Василий Великторович, первый раз. Сегодня кто-то первый раз здесь, поднимите, кто первый раз. Отлично. То есть много людей, кто первый раз. Интересно, что, видимо, вчера достаточно интенсивно люди решили подумать. Много людей, кто первый раз. Друзья, те, кто сегодня первый раз, для вас я, если Василий Великторович не против, расскажу о нем. Можно я расскажу о нем? Чуть-чуть прошу. Веды, ведическое знание. Уникальное древнее знание, 5000 лет назад, только было записано назад. Потом появилось уже все остальное. Мы с вами тоже потом появились. Ведическое знание передается, как правило, из уст куста. Раньше так было, когда мы его записали. И тем не менее, учителям, которые компетентно изучают это знание, способны нам передать смысл этих древних писаний. Татьяна, здравствуйте. Можгаля вас. Руководитель нашей площадки. Мне всегда огромное спасибо. С благодарностью. Видимо, мы ее встречаем. Громче говорить. Хорошо. Итак, ведическое знание распространялось от учителей. Я позволю тебе сказать, что Василий Евгеньевич, очень компетентный учитель ведических знаний, потому что в 80-х годах, я вчера говорил, что многих еще из нас не было, он уже начал изучать и распространять это знание. Знание это делает счастливых людей еще более счастливыми, потому что говорит о самом главном, о том, кто мы есть на самом деле. Вчера была лекция очень интересная. Я думаю, что Василий Евгеньевич постесняется, конечно, вас спрашивать, о чем была вчерашняя лекция. Но если я спрошу, то это будет возможно. Итак, пожалуйста, друзья, достаем тетрадки. Сейчас мы для вас, те, кто первый раз, вспомним, что было на следующей лекции, а потом Василий Евгеньевич будет подтвердить, так же не будет. Те, кто с тетрадями, пожалуйста, достаем тетрадки. Задние ряды тоже не стесняйтесь, да, мы вас видим. Итак, дорогие друзья, а каких? Сколько законов? Мы вчера разобрали, сколько законов? Сколько? Четыре закона. Какие? Мы вчера четыре закона, мы с этого начали. Очень важно знать законы, потому что незнание, как известно, не освобождает эту признанность. Первый закон. Неорганического мира. Закон. Закон неорганического мира. Что это значит? Мёртвая материя. Это первый закон. Есть такая часть. Дальше второй закон. Кто знает? Органическая. То есть живая материя. Третий закон, люди. Социальный. Описывает, да, как общество. И четвертый. И духовный закон, который является фундаментом, сдержанным, как хотите. Называется, но это самое важное. Дальше, что ещё было? Скажите, друзья. Мы прошли с вами важный момент. Можно я просто спрошу по вам? Мам-со. Мам-со. Вот секретная вещь спрошу вас. Девушка в красном платке сидит. Пожалуйста. Кто подскажет? Что такое мам-со? Вы знаете, смотря вам в глаза, страшно стало, как вы сказали эту фразу. Действительно, да. Производит так и звучит. Мам-со. Это мясо. Да? От санскрита произошло, пожалуйста. От санскрита произошло, это означает, что я тебя убью, а ты на следующую жизнь. Но как бы по закону хам. Что ещё вас спросить, чтобы понять, чтобы вы ничего не записали и не запомнили? Василий Валерьевич, что ещё мы спросим? О, я знаю, что мы спросим. Давайте последний. Например. Метафора была очень сильная. Я потом очень долго, тоже ночью, вспомнил дымом. Какая была сильнейшая в конце, которую нужно просто нарисовать, запомнить и повешать в каком-то там месте? Кто помнит? Скажите, пожалуйста, кто помнит картинку? Страшную картинку, да. Погромче, пожалуйста. Я помню. Вы помните? Спасибо вам большое. Есть такие люди, которые помнят. А кто помнит о чём эта картинка? Бытие человека в материальном мире. Бытие человека в материальном мире. Так это называется, картина. Кто такой тигр, скажите? Там ровки был? Или кто это был? Зверь какой-то. Зверь. Хищенький. Это наши чувства. Болезни порождённые. Болезни. Болезни, желания. Ещё где-то есть вариант? Враги. Это все наши проблемы. То, что давит прессом на нас по голове, вот это всё. Хищник. Дальше что было? Рисуем картину ДУПР. Да не, вот вчера. В голове рисуем сознание. Сознание. Плод с хищником. Где хищник? Опишите картину. Преследует человек. Это материальный мир. Нас преследует хищник. Человек повисает на суку, убегая от хищника. Ему как эти струяки? То есть он запрыгнул или на воду? Он запрыгнул. Куда? Колодец. Человек в колодце. Наверху зверь. Дальше. Хорошо. Что там? Змеи. Змеи. Змеи это кто? Это смерть. Это смерть, которая живёт всех. Да, стоп. Он смотрит наверх, там зверь проблемы. Постоянно. Он смотрит вниз, там неизбежная кончина. Дальше. Две мыши. День и ночь. Две мыши. Подождите, мыши перед мышами что было? Давайте логически посмотрим. Деревья. Он держится за них. В деревьях кто? Пчёлы это кто? Пчёлы это кто? Пчёлы это... Пчёлы это то, что греховная реакция. А мёд, который они производят и который капает человеку, который... То есть это, пожалуй, иллюзия. А, это пожалуй иллюзия. Ну, понял. Давайте в любом случае представим вот эту картину. Хорошо, мёд капает, но попадает в него. Это что, мёд? Это хорошие вещи, которые он заслужил. И эти кусты, на которых он висит, на которых пюро, пюро и пчёлы, из которых падает мёд, прямо на этих человеках. Что с кустами происходит? Их едят мыши. Их едят мыши. С одной стороны белая, которая олицетворяет день. С другой стороны ночь, чёрная ночь. Все поняли, кого вчера не было. Все поняли эту метафору. Мощнейшая метафора. Покажите ещё раз. Я думаю, что сегодня вам не только покажут, но ещё и раскроют дополнительный смысл этой метафоры. Я закончил вот на этом диске. Это важность? Это важность. Прекрасный, красивый диск, который продаётся на выходе. Всего стоит символическую сумму. Два диска внутри находятся, где есть фильмы, которые создал Василий Юрьевич. Давайте поаплодируем нашему герою, ведущему. Человеку, который посвящает нас из этой аудитории. Мы передадим к этому. Добрый вечер. Сегодня у нас продолжение курса «Самое сокровенное знание». Как я сказал, вторую лекцию мы решили опустить, просто потому что у меня дней не хватает все их вам поведать. Тем не менее, вы сможете скачать её с моего сайта. Вот, я ещё покажу координаты. Эта лекция про космос, она такая немножко необычная, конечно, но она не столь существенная для нашей жизни. Итак, сегодня мы поговорим на тему «Единая картина мира». Почему это важно? Потому что у нас есть знание, мы накапливаем его с разных сторон, к нам приходит определённая информация. И, по идее, всё должно сложиться в какую-то ясную картину. И эта картина, она должна помочь нам как-то жить, прогрессировать, она должна нас вдохновлять какой-то целью, какими-то перспективами. Но, к сожалению, мы видим, что сейчас, несмотря на такой информационный бум, у людей в голове, к сожалению, не складывается эта «Единая картина мира». И перспективы по-прежнему не ясны, очень много тупиков в сознании, люди не понимают, куда они идут, зачем они живут. Это значит, что нету какого-то правильного организующего центра, почему эта картина не складывается. Нету вот такого именно системообразующего фактора, который делает жизнь понятной, действительно достойной какой-то высшей цели. И вот сегодня мы поговорим об этом. У этого явления, почему сейчас такая вот в голове у людей, может быть, каша, винегрет, есть свои причины. Мы, в общем-то, сейчас являемся наследниками западной цивилизации Европы, вот это вот колыбель западной культуры, можно сказать так. И когда в Европе несколько сот лет назад стала закладываться современная наука, которая является, в общем-то, сейчас основой мировоззрения человеческого, она появилась в результате определенного конфликта, столкновения с религией тех времен, с римской католической церковью, которая фактически являлась основной идеологией людей в те времена, она к тому времени была не в лучшем виде. Церковь очень сильно дискредитировала себя крестовыми походами, инквизицией, внутренними какими-то всевозможными скандалами и распрями, вследствие чего в католической церкви откололось протестанты, вот как в знак протеста против нечистоты церкви, всех этих там разных особенностей Ватикана, не будем особенно погружаться в них. Одним словом, церковь не смогла адекватно людям, скажем так, показать идею Бога, идею души, идею духовного развития. Для многих прогрессивно мыслячих людей того времени это все было не более, чем просто какие-то вот такие вот мертвые догматы, которые как вот опорой моста стоят, догма о том, догма о сём, догма о чем-то еще, но они не были соединены какой-то вот живой диалектикой жизни, и было непонятно, как вот через эту призму религии увидеть всю нашу жизнь. И поэтому, когда возникла наука, она возникла именно в пику религии, вот в точке конфликта с ней. И поэтому наука сейчас, она, скажем так, принципиально бездуховная, она не обязана быть бездуховной. Наука вполне может включать в себе те самые законы четвертой группы, духовные законы, о которых вчера мы говорили. То есть нет такого правила, по которому духовности не может быть в науке. Но это идеологическое напряжение, которое появилось именно в этом вот конфликте. И мы знаем, что первые ученые им тяжело жилось, их даже кого-то там на костре сожгли, вот когда еще религия была достаточно сильна. Сейчас уже, допустим, религия не может ученых на костре сожигать, правильно? Вот сейчас больше, скорее сказать, наука, может быть, она обладает большим даже весом и авторитетом в плане, вот, в мировоззренческом. А в былые времена религия еще вот имела этот статус такой. И вот то, что родилось из этого конфликта, оно всегда немножко какое-то по себе не очень гармоничное. И таким образом человеческая мысль разделилась на обновление. Догматичная религия, бездуховная наука и релятивистская философия. Релятивизм обозначает учение об относительности, то есть такая беспринципная философия о том, что нет никакой абсолютно истины, все относительно. Ваша правда не лучше моей правды, то есть у каждого своя истина, у каждого свой бог. Вот это вот такая философия, которая лежит в основе, в общем-то, всего западного либерализма. И вот эти вот разные взгляды, они не приводят к какому-то общему знаменатику. Допустим, если мы посмотрим на какой-то объект под разными углами, возьмем цилиндр и направим на него свет с одной стороны, он будет выглядеть, проекция, как прямоугольник. И это правда, один взгляд. Если мы направим свет на него с другой стороны, он будет выглядеть на стене как окружность, и это правда. Но эти локальные правды не дают истины. Истина всегда выше любой локальной правды. Истина обозначает определенный синтетический взгляд. Поэтому религиозный взгляд на реальность, научный взгляд на реальность, по большому счету они не противоречат друг другу. Так же, как вот этот прямоугольник и окружность, они не противоречат друг другу, потому что они просто являются следствиями разных взглядов на одно и то же. А реальность такова, что это цилиндр, который может быть при определенном взгляде выглядеть так, при определенном взгляде выглядеть эдак. Понимаете? И синтез науки и религии, или это такое единое мировоззрение, оно как раз не исключает ни науку, ни религию, ни философию. Оно объединяет все три направления мысли в единое мировоззрение. В этом ценность. Возникает вопрос, где же такое мировоззрение? Какая система? Есть ли она? Или это мы просто синтетически ее собрали сами? На самом деле, такое синтетическое мировоззрение присутствует. Это и есть древние веды, где есть так называемая паравидия. Паравидия — это то, что мы видим. Пара обозначает высшее. Вы уже знаете, параматма — высшая душа. Видия — значит видеть. Санскрит очень похож на русский. Вернее, русский похож на санскрит. Русский — это такая упрощенная, вульгаризированная версия санскрита. Итак, паравидия обозначает видеть высшее. То есть высшее знание. Есть апаравидия. То есть это знание о природе, низшей, материальной. Поэтому там есть и то, и то. И они все связаны, философски связаны. То есть обычно изучение низшей энергии, то есть материи, называется наукой. Изучение высшей энергии, сознание называется религией или духом. И связь их между собой — это функция философии. Поэтому между философией, религией и наукой нету. Поэтому этого различия. И веды меня привлекли именно тем, что они очень здорово все эти вещи объясняют. Итак, давайте на три секунды вспомним основное резюме вчерашней лекции, кроме картинки страшной, которую вы уже обсудили. Вот о судьбе человека. Самое главное, о чем мы говорили, это то, что он из себя представляет. Это физическое тело человека и его потребности, тонкое тело человека, его потребности. Душа, изначально истинное Я, которое связано с тонким и физическим телом через высшее осознание, разум. Или так называемую силу судьбы, которая держит все это хозяйство вместе. Итак, это то, что мы прошли вчера на разных примерах. Мы изучили все эти три тела, все эти связи, признаки души, признаки высшего разума в теле. Вот, если кто-то не был, но интересуется, на сайте evrogendra.ru или по-русски просто tushkin.rf. Там эти все вещи в видеоварианте есть. Итак, сегодня мы будем работать вот по этой схеме. Схема очень простая. Мы к ней будем возвращаться неоднократно, но вы увидите, что она достаточно глубокая. Вот, и она как раз связывает основные элементы реальности определенными связями. И сначала мы в общем ее, так сказать, обрисуем, а потом мы будем в деталях разбирать каждую отдельную часть и каждую отдельную связь. Итак, все должно с чего-то начинаться. Труднее всего говорить о начале, об истоке всего. Потому что, как правило, этот исток, он где-то вне нашего восприятия, он где-то вне нашего видения. Опять же, очень трудно, предположим, нам сейчас оценить своих предков, прапредков, прапрапрапрапредков. Мы их не видели правильно, только можем верить, что они есть. Раз мы есть, значит, есть и предки. Откуда же нам взяться, да, потому что мы поколение из поколенец. Тут все понятно, да, что мы не могли из ниоткуда взяться, какие-то предки были. Вот, труднее всего говорить о какой-то высшей причине всех причин. Можно сказать, это вот простое слово, да, Бог, который для большинства людей пустой звук. Но я надеюсь, что завтра этот пустой звук, он заполнится, потому что последняя лекция, она как раз посвящена этой верхней части схемы. А пока я скажу так. Для того, чтобы нам вообще идти в своих мыслях или вообще даже физически куда-то идти, нужно от чего-то отталкиваться. Нужно стоять на земле для того, чтобы пойти куда-то, от чего-то оттолкнуться. Так вот, в наших рассуждениях, в наших мыслях мы должны от чего-то отталкиваться. Это обозначает, что мы должны принять что-то за точку отчёта. Есть такая философия или позиция в жизни, называется агностицизм. Агностики — это люди, которые в принципе не признают познаваемость мира. Они говорят, бесполезны все эти рассуждения, потому что они настолько условны. На чём они держатся, да? То есть, они говорят, любой постулат, с которого вы начинаете, он сам по себе зыбкий, поэтому можно при желании так постараться и как-то магически его провернуть. В каком-то смысле они правы, если мы принимаем логику за абсолютный путь познания. И так, тем не менее, если мы принимаем позицию агностицизма, что всё в принципе непознаваемо и потому бессмысленно, тогда можно и закончить на это. Но мы всё-таки хотели к чему-то прийти. Поэтому нужно от чего-то отталкиваться. И как в науке есть определённые какие-то постулаты, которые не обсуждаются, которые являются как раз этими опорами, на которых всё остальное держится. Точно так же и в духовном мировоззрении есть тоже такие фундаментальные определённые истины, на которых держится всё. И веды, вот как самые древние на Земле источники знания, начинают именно с этого, что есть абсолютный источник всего. Есть такой текст ведический, называется «Веданта сутра». «Веда» — это знание, «Анта» обозначает конец, это английское слово «энт», «Анта», «энт». «Веданта» — значит конец или завершение, резюме всех вед. Это сутра обозначает афоризмы, то есть такие краткие высказывания. И веданта сутра гласит, что абсолютно истина — это то, из чего всё исходит. На санскрите на языках «Ом джанма дия сиа тага». Всё, что рождается, джанма, оно исходит из абсолютно истины. Что же мы видим в этом мире? Мы видим пассивную материю и мы видим живую активную материю. То есть её можно разделить на, скажем, то, что называется материя, и то, что называется сознанием или душа, что материя сообщает жизнь. Но мы не видим источника ни того, ни другого. Так что абсолютная истина, она является источником и материи, и духа. И это абсолютно истина, она имеет три аспекта. Такой аспект, который ни у кого не вызывает особенных проблем, — это свет или энергия. То есть благодаря свету происходит видение, просвещение, знание, тоже связанное со светом. Не было бы света, мы бы ничего не видели, не могли бы ничего познать. Итак, свет и рождаемая им энергия, допустим, электроэнергия, огонь, который отвечает за принцип трансформации, изменения материи, — это очевидная вещь. И этот аспект, он не вызывает каких-то больших проблем. Разум, которым пронизана природа, — это тоже несложно понять. Вчера мы приводили множество примеров того, как в разных проявлениях природы присутствует этот высший разум, и даже низшие существа совершают вполне разумные действия, потому что они ведомы этим высшим разумом. Высший аспект абсолютной личности — это сложный для момента, поэтому мы его ставим на десерк. Сейчас мы говорим о принципе, что для того, чтобы что-то понять, нужно принять некую такую стартовую исходную точку. Итак, абсолют, источник всего, веды дают ему определение, что он является причиной всех причин, но сам не имеет причины. То есть это то, что мы не обсуждаем, и то, что мы принимаем. Потому что если вы скажете, а что породило причину всех причин, если я вам отвечу, вы скажете, а что породило то, что породило, и будем до бесконечно спрашивать, то есть все, мы опять выбиваем сами у себя опору из-под ног, мы никуда не можем прийти. Поэтому для того, чтобы куда-то прийти, нам нужно что-то принять за стартовую точку и посмотреть, получилось ли это что-то путное или нет. Если пришлось, получилось, значит, мы сделали правильный старт. Все хорошо. Итак, абсолют или бог для крадости. Как он связан с материей? Он связан с материей через энергию времени. Причем мы видим, что стрелочка такая однонаправленная. Это обозначает, что он влияет на материю через силу времени, материя на него не влияет, не может его коснуться. У него иммунитет к материальному влиянию. Он не может материализоваться никак. Он влияет на материю, она никак не влияет. Вторая связь — это между душой или сознанием и материей. Это двусторонняя связь кармы. Сегодня об этом будем говорить, пожалуй, больше всего, поскольку это одна из главных проблем, то, как мы оказались в связи с материей через силу кармы. И третья связь — это связь между сознанием или душой и абсолютом. С его стороны она проявлена всегда, прямая стрелочка, любовь. С нашей стороны пунктирная. Это обозначает, что мы можем себе развить это чувство или нет. Это наш выбор, у нас есть эта свобода выбора. Итак, это общая схема. Теперь мы будем разбирать ее детально, и будет проступать много всяких интересных вещей. Вопрос первый, который возникает у нас. Как действует время, что оно делает? Время создает, время разрушает, время разрушает. И мы говорили вчера, что у материи есть три качества, или так называемые три гуны. Гуна благости, она связана с таким процессом содержания, гуна страсти связана с процессом творения, и гуна невежества связана с процессом разрушения. И все, что мы наблюдаем в мире, это три процесса. Понимаете? Этот компьютер был создан, он какое-то время по существу, потом он в конце концов сломается. И это касается абсолютно любого предмета, живого, неживого, творения, поддержания, уничтожения. Так действуют три гуны. И чем больше благости, с чем большим качеством, чем в большей благости он был сделан, тем дольше он работает. Чем больше было, тем меньше благости он быстро сломается. Понимаете? То есть это вопрос, какая гуна доминирует. Поэтому мы ценим что? Качество. Значит мы неосознанно ценим гуна выше всех качеств, потому что оно дает максимальную продолженность, максимально эффективное функционирование без сбоев, потому что это сделано в благости. Благость связана с каким чувством? Мы говорили ответственность вчера, знание, чистота, стабильность. Вот оно. То есть чего так не хватает нам сейчас. Итак, вот эти вот три процесса, процесс творения, поддержания, уничтожения, они, собственно говоря, вовнутреннюю анатомию потока, в котором находится материя. И спросить, ну что такое время? Мы сразу часы представляем, да, что там с твердкой крутится, или там то было темно, стало светло, или наоборот время какое-то прошло. Но в действительности время это обозначение, что-то было создано, что-то было разрушено, что-то пока еще между разрушением и созданием находится. Вот. То есть эти три импульса, три гуны, ну благо, страсть, невежество, есть три связанные с ним процессы, соответственно, поддержание, творение, уничтожение, это и есть внутренняя анатомия времени. Но у этого времени есть определенный вектор, или динамика, к чему все идет. Как видите, здесь пункт третий, это разрушение. И материя внутри этого мира материального, этот мир материальный, это замкнутая система, на самом деле. Вот это, к сожалению, как раз было темой космоса. Ну, ладно, опустим ее так. Просто примите это, так сказать, вот в качестве такого сжатого, что веды описывают материальный мир как замкнутую, закрытую систему. И в закрытой системе, в замкнутой системе, еще по-русски называют слово вселенная, то есть место, куда мы вселенные, то есть закрытое место. В закрытых системах действует второй закон термодинамики, это закон энтропии, то есть возрастания хаоса. Поэтому все заканчивается здесь разрушением. За это и отвечает как раз законы невежества. То есть невежество, то есть то, что идет к разрушению обязательно. И мы видим, что все, что, так сказать, строится, какое-то время существует, неизбежно заканчивается. И чего люди боятся в этом мире больше всего? Смерти, конца света, то есть процессов завершения, не больше всего. Им нравится, когда что-то создано, они радуются рождению, они радуются тому, что что-то построили, там создали, вот будет чем наслаждаться. Нам нравится стабильность, то есть все продолжается, вот благость. Когда мы видим следы разрушения, это страшно, что-то взорвалось, разрушилось, кто-то умер. При слове «конец света» у всех такой мандраж начинается легкий. Потому что это вещи неестественные, они противоречат первому свойству души, вечности, понимаете, все эти разрушения. И поэтому это вступает в такой фундаментальный конфликт с нашей внутренней природой, души. Никак мы не можем этого принять. Поэтому все протесты разрушения так сильно пугают нас, потому что они неестественны для души. Тем не менее, они происходят. Возникают естественные вопросы. Если вот этот вот творец, создает этот материальный мир, он его создает и поддерживает, зачем же он его разрушает? Может быть, последнюю функцию можно опустить? Ведь он может его поддерживать и дальше, он что, устал? Он не устает, он вне материи. Почему же он разрушает? Ответ может вас немножко удивить. Он разрушает из чистой, бескорыстной любви к нам. Требуется некоторое время, чтобы переварить. Простой пример. Плывет корабль, выпадает в шторм и тонет. И спасается один человек, который доплывает там как-то до небитаемого острова. И там он, на этом острове, из каких-то там палок, веток, чего-то еще там бомбучен, сооружает себе какую-то хижину. И с одной стороны, он клянет судьбу за то, что вот как же так он теперь, ему острое оказалось. С другой стороны, он благодарит судьбу, что он один выжил, повезло ему, да? И вот теперь он скучает по той реальности, по своему дому, по своей семье, от которой он оторван волею судьбы. Что делать? Ему приходится как-то привыкать ко всем этим вещам. И вот он построил эту хижину, в этом доме как-то он привыкает умом к новой реальности. Но внутри он мечтает о каком-то возвращении, где-то он даже внутренне молится, высшей силе верит он в Бога, не верит в Бога. Люди, которые попадают в экстремальную ситуацию, у них у всех вера пробуждается. Сразу же, хочешь, не хочешь, потому что больше некому обращаться. Все остальные ресурсы исчерпаны, никому не позвонишь, никого рядом нет, вот поэтому какой-то уже высшей силе приходится обращаться. То есть обычно люди такие, к Богу обращаются в последнюю ситуацию, не в первую, а в последнюю очередь обращаются. Так или иначе, этот человек как-то однажды пошел там где-то по этому острову искать что-то такое для своего пропитания. Это уже было дело под вечер. И вдруг он видит с той стороны, где была его хижина, какой-то дым, огонь. Он бегом туда-обратно видит, что горит его хижина. Горит его хижина осенним пламенем. Он думает, Господи, да что же такое происходит в моей жизни? Последняя моя лачуга, последнее мое прибежище, и тот и сжег вообще. Никакого в тебе нет ни милосердия ко мне, ни любви, ни сострадания. Что же такое вообще там? Чуть ли не начинает уже знать Бога, да? Вот какой он теперь несчастный. Какая-то там молния или что-то попало там в его жилище. И в таком состоянии удрученном он засыпает уже вечер. Под утро он просыпается, видит, возле берега стоит корабль. Ему там машут ручкой. Эй, давай, плови сюда. Он говорит, как вы узнали, что я здесь? Он говорит, ну ты же вчера огонь разжег. Ты разжег огонь, и вот мы увидели, кто-то там находится. Тут он начинает до него доходить. Что тот, кого он проклинал, он, может быть, специально спроецировал этот пожар, нужно было сжечь его, вот эту вот лачугу, для того, чтобы дать ему его настоящее прибежище, вернуть его на родину. Понимаете, да? То есть невозможно было бы оставаться в этой лачуге, жить спокойно себе, прекрасно, и при этом надеяться, что когда-то он вернется к себе на родину. Одно должно быть принесено в жертву другому. Тут он начинает понимать, в чем дело, каков механизм. То есть идея, почему Творец, не просто Творец, а еще и Разрушитель этого мира, состоит в том, что он показывает нам, не ищите прибежище в этой временной материи, не стройте свое счастье на этих зыбких песках. Сила времени все это разрушит. Не строите эти замки на песке, которые волнами времени будут уничтожены. То есть он пытается показать нам иллюзорную природу этого материального мира. Как мы сюда попали, вот эта причина состоит в том, что живые существа имеют тенденцию имитировать, имитировать своих родителей, имитировать, так сказать, высшее существо. И для того, чтобы имитировать его, нужно где-то попробовать себя, поиграть в Бога. В духовной реальности, в духовном мире это невозможно, там это место всегда занято вакантно. Поэтому для нас создается альтернативная реальность, материальный мир, виртуальная, временная реальность, в которой у нас все, и здесь мы осуществляем эту свою программу. Но у него всегда есть желание вернуть нас. Каждый вечер, допустим, дети там играют, из окошка там мама кричит, и все, возвращает. То есть как бы вы там не играли, нужно возвращаться домой. И вот этот вот духовный зов, называется, идущий всегда из высшей реальности, домой, домой, он имеет форму всевозможных различных учений, которые приглашают нас домой, вернуться опять в это состояние. Итак, а теперь мы начинаем понимать, почему вселюбящий, милосердный, который творит и поддерживает, также уничтожает. Не потому, что он устал поддерживать, а потому, что это необходимо для того, чтобы пробудить нас от иллюзии. Теперь мы рассматриваем связь номер два. Связь номер два — это карма, то, что связывает душу и материю. Слово модное. Кто теперь не знает слово карма? Но вопрос, кто понимает его правильно, потому что это достаточно комплексное и сложное понятие. Чаще всего люди понимают слово карма на таком простом принципе, что посеешь, что и пожнешь. Но если прочитать эту пословицу с конца, то появится некоторый интересный элемент понимания. Если я это пожинаю, я это посеял. Сразу появляется чувство какое-то личное сопричастие, участие, то есть какое-то чувство ответственности за свою судьбу. Если у вас на грядке выросла морковка, значит, вы посадили морковку. Выросла картошка, значит, вы посадили морковку. То есть, если вы пожинаете этот плод, значит, вы его посадили. Ну, картошка и морковка нам одинаково приятны, да? А вот когда приходят в мою жизнь какие-то неприятные вещи, тут сложно признать, что я это посадил. Но если я это пожинаю, не хватает гуны благости, принять ответственности. Одна из причин, почему на Западе бывает с таким трудом вот эта вот концепция реинкарнации, карма приживается. Одна очень простая причина — не хватает благости. Благость всегда связана с чувством ответственности. На Западе у людей очень чёткая концепция, когда что-то им предъявляют, это не я, я не виноват. То есть, первым делом от себя всё отбросить. Я не виноват. Это означает, что не хватает гуны благости. Страсть — я хочу выкрутить, я хочу выйти сухим из воды. Понимаете? Вот это вот нежелание принимать ответственность за свои поступки, это и создаёт трудности в понимании законы кармы и реинкарнации у людей с западным менталитетом. Культуры более благостные обозначают, что люди более ответственные сами по себе. Они не видят там никакой проблемы. Если ко мне приходит какой-то плод, пускай даже горький, им нетрудно увидеть эту связь между тем, что они посадили, и тем, что они пожинают. Понимаете? То есть разум в благости, в страсти, они по-разному функционируют. Вот эта вот нехватка благости, нехватка ответственности, порождённой благости, она не позволяет людям понимать, а почему-то я сейчас вот такой, почему-то родился там больной ребёнок или что-то ещё, а почему-то, почему-то, почему-то. То есть возмущение присутствует в Тоне. То есть несправедливость, ощущение несправедливости. На самом деле, если люди считают, что они справедливы, значит, они не верят в высшую причину, они не верят в творец, он справедливый. То есть гуна страсти, она не позволяет все эти вещи принять. Итак, карма. Что посеешь, то и пожнёшь. Часто люди воспринимают карму как такую, знаете, неизбежность, фатум, рок, такую какую-то неизбежную судьбу. В этом есть что-то, но это очень примитивное понимание кармы. И вот сейчас нам нужно будет рассмотреть одну схему, которая покажет нам, из чего рождается вот эта вот предопределённость кармы. Вот вам схема, которая показывает положение индивидуального сознания в потоке информации. Итак, индивидуальное сознание души. И мы видим, что есть два потока информации. Один снизу, другой сверху. Поток информации снизу. Что это такое? Это наше образование, давление окружающей среды, общение наше повседневное. Это всё то, через что мы получаем какую-то материальную информацию. Эта информация входит в пять чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Дальше информация из чувств попадает. Чувства не дают нам никакого понимания, чувствуют только впечатление. Чтобы какое-то понимание было, нужно, чтобы оно выше поднялось. Итак, допустим, я могу сказать, что это вот горячее или холодное. Но чувство не может сказать, это полезно или бесполезно. Разум может сказать, полезно это или бесполезно. Вот это чувство просто дает впечатление, никакого знания не дает. Поэтому, понимая, через чувства мы не можем получить знания. Если ребёнку показать часы на стене, что это такое? Он не понимает, что это такое. У него нет понимания, что это из часы, которые время определяют. У него есть чувства. Но разум ещё не пробудился. Поэтому через чувства знания получить нельзя. Чувства только впечатление дают. Животные всё видят так же, как мы, даже лучше может быть. Но понимания реальности у них меньше, потому что у них разум развит. Поэтому видение осуществляется не чувствами, а разумом, стоящими за чувствами. Итак, информация поступает в ум. Ум делает первичный анализ. Приятно-неприятно для чувств. Такой первый контрольно-пропускной пункт. Дальше идёт разум. Разум уже мыслит. Если это было приятно, значит, мы сделаем так, чтобы этого приятного было больше. А если это неприятно, мы сделаем так, чтобы этого неприятного было меньше. То есть разум думает о том, как уменьшить плохое и увеличить хорошее. И эго. Последнее, так сказать, из покрытия тонкого тела, которое скрывает душу. Эго обозначает самоотождествление. Оно показывает, имеет это отношение ко мне или нет. Итак, информация попадает материально через ум, разум, эго, индивидуальное сознание. И душа, что делает? Материализуется под влиянием материальной энергии. И в конце концов, может дойти до такого состояния, когда душа говорит, души нет. Душа говорит, души нет. Ну, как вот человек в бреду может какие-то глупости говорить. Итак, когда душа говорит, души нет, это обозначает, что хорошо обработали потоком информации снизу. Это, надо сказать, материалистом стал человек. Есть другой поток информации, идущий сверху, из духовной реальности. То есть другой тип знания, о котором вчера мы говорили, знания получены не через открытие, а через откровение, свыше. Итак, когда приходит нам вот это вот духовное знание, что происходит? Вот этот вот лед, который, лед материализма, который сковывает душу и показывает ей все ее ограничения, этот лед материализма начинает таять. И теперь к душе начинают возвращаться ее духовные качества. Она начинает чувствовать свою вечность, к ней начинает возвращаться в настоящее духовное знание о своей природе. И она начинает испытывать признаки счастья. И так все это просто от того, что пригрело солнышко духовного знания. Допустим, сейчас весна, природа пробудилась. Пару месяцев назад здесь все было покрыто, наверное, там, льдом, снегом, да? Признаков жизни не было. Значит, чуть-чуть, так сказать, солнышко изменило угол, Вот. И теперь оно более интенсивно светит на землю. И, оказывается, это было не просто там какая-то мертвая, мертвая такая ледяная корка, а теперь под нее раз, травка пошла, все, жизнь, цветочки там какие-то пошли. Вот. То есть, просто изменился режим некоторый. Точно так же сейчас наше сознание материальное такое очень косное, жесткое, ограниченное. Мы говорим, не может быть, этого не может быть, того не может быть, всего ничего не может быть. Понимаете? Ничего не может быть. Вот. Но когда духовная энергия воздействует на сознание, это вот как солнце на почву, начинает сознание пробуждаться, расти, раскрываться, совсем качество начинает проявлять. И вот в этом состоянии живое существо, как поплывок, понимаете, оно может попадать под влияние духовной энергии, как поплывок, можно вытащить, да, или может, если какая-нибудь рыба клюнут, он под воду уйдет, то есть он может полностью материализоваться, сознание может полностью материализоваться. И человек становится безнадежным материалистом, мы говорим, с нему хоть вообще там, хоть чего угодно, да, хоть кол на голове, тишина, ничего не воспринимает духовного. То есть настолько сильно обусловлены эта материальная информация. Тем не менее, живое существо всегда остается между двух энергий, между энергией духа и энергией материи. Поэтому живое существо всегда есть определенный выбор. Давайте посмотрим несколько таких вот наглядных ситуаций, каким образом действует закон кармы, еще его можно назвать законом причин следственной связи. В общем-то, у людей есть некоторое понятие о том, что как-то вот энергия циркулирует в этом обществе, и как-то она передается, и позитивные вещи передаются, и негативные вещи передаются. Вот я помню, в детстве я очень любил смотреть карикатуры, был такой датский художник Херлух Битструб, и у него было много очень интересных таких карикатур. Одна из них называлась «Крум замкнулся». Большой босс вызывает своего подопечного, что-то ему там выговаривают. Это его заместитель, какого-то еще одного заместителя вызывает, ему разгон устраивает. Тот кричит на секретаршу, секретарша сдирает шкуру с этой какой-то там курьерши, вот эта курьерша дает затрещину своему жениху, жених злой пинает собаку, и собака кусает того самого большого босса, с которого все началось. Крум замкнулся, все это. Тут все понятно. Вот это чуть-чуть более сложная ситуация, принцип домино кармы, когда, скажем так, человек толкает какую-то одну костяшку, домино, и пошел цикл. Идет, 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 он может проходить очень много промежочных звеньев, всевозможных. И когда его вот это с другой стороны костяшка накроет, он будет весьма удивлен. То есть он забудет уже о том, что он инициировал этот круг, понимаете? Это то же самое, как удивление человека, который наступает на грабли. Он наступил ногой внизу, ударил его вот здесь, неожиданно, правда, да? И один на что-то там внизу, вот такой удар. Вот это да, понимаете? То есть это примерно то же самое, как, предположим, комар сел на мою руку, вот он только прямострячился, он только, так сказать, слафеточку расстелил, обедать собрался, вот начал там бурить скважину, чтобы крови моей попить. И вдруг этот сам момент, удар сверху, понимаете? Какая неожиданность? Какой удар судьбы? Удар слепой судьбы, понимаете? Судьба слепая или комар слепой? То есть понятно, что он сев на мою руку, даже не понимает, куда он сел. Он не понимает, что правая рука связана с левой, единым сознанием, настолько узкое его понимание. Для него все эти промежуточные причины, они не существуют. Он только понимает, что в мире есть какая-то страшная несправедливость. Он сел поесть, понимаете? И в это время он получает по голове. И все, какая ужасная несправедливость. Так же мы иногда мыслим, как этот маленький комар, понимаете? То есть мы не видим целое зрение промежуточной цепи. То есть закон кармы, он очень сложный для понимания, крайне сложный. В таком древнем тексте как Бхагавадгита там говорится хитросплетение кармы крайне сложный для понимания. Потому что карма связана и с этой жизнью, и с прошлой жизнью, и с позапрошлой, и с позапозапрошлой. И они так все переплетаются, все эти вещи, что очень тяжело уловить все эти моменты. Если человек с ума пальцев в розетку, реакция мгновенна. Здесь причинно-следственная связь ясна, вопросов нет. Но если человек допустим посадил картошку, она вырастет через три месяца. Уже сложнее связь. Понимаете? А когда речь заходит о каких-то таких вещах, что действительно рождается человек с дефектом или что-то еще, тут уже очень трудно уловить эти все причинно-следственные связи, потому что корни уходят далекое прошлое. Понимаете? Тем не менее, мы понимаем, что сегодня мы живем на деньги, заработанные вчера. Сегодня мы продолжаем то дело, которое мы делали вчера. Точно так же в этой жизни мы продолжаем какие-то тенденции, развиваем какие-то темы, которые мы, может быть, не завершили в прошлый раз. Итак, карма — это причинно-следственная связь. И проблема состоит в том, что очень много промежуточных звеньев, которые мы не всегда можем уловить, потому что мы в этом потоке времени и пространства и разных отношений находимся очень давно. И мы этого всего, естественно, не помним. Но параматма, сверхсознание в сердце, источник памяти, помнит все эти наши связи и отношения. Поэтому в нужное время приходят какие-то нужные вещи. Давайте посмотрим еще несколько моментов о том, как люди понимают судьбу или эту карму или предопределенность. из того же Херлофа Биструпа называется неудачник. Вот человек, которого преследуют по жизни хроническое какое-то невезение. Просыпается утром, неудачно свой будильник запомнил, упал, разбился, брился, порезался, пьет чай, обжигается, опаздывает на работу, у него вдруг сдувается шина, он опаздывает на работу, босс ему там устраивает выговор, сажает какую-то кляксу в концу, конторскую книгу и выгоняет с работы. Бедняга решил повеситься и даже это у него не получается. Такой хронический неудачник, невезуха сплошная. И люди думают почему так? Почему какие-то вещи в моей жизни, сколько бы я их не делал, никак не получаются какие-то слабые такие моменты. Это обозначает, что чему-то мы не уделяли достаточного внимания в прошлом и теперь эти темы они хронически страдают. А вот еще из той же серии называется «От судьбы не уйдешь». Этот мужичок он решил завязать со своей битой и сна и бросить пить. И он решительно проходит мимо этого питейного заведения, на углу останавливается, старый вкус останавливает его, он движется назад. Возле двери в нерешительности он останавливается и опять уходит. и опять какая-то сила влечет его обратно. И он уже в отчаянии кидает через дорогу, попадает под этого велосипедиста, сбивает его, кричит, убегает бармен и наливает ему эту рюмочку. То есть та самая рюмочка, от которой он так бежал, она к нему пришла. Это называется «От судьбы не уйдешь». То есть вот такие моменты иногда бывает в нашей жизни, что действительно нас что-то такое настигает, как бы мы от этого, так сказать, не убегали, оно нас находит. Итак, это все, так сказать, понимание кармы с некоторой долей шутки. Но давайте теперь шутки в сторону поговорим серьезно. Для того, чтобы понять карму по-настоящему, самое главное, это нужно понять вот что. Мы в этом мире взаимодействуем энергиями. Мы все имеем некоторый запас здоровья, это энергия. У нас есть какой-то запас денег, это энергия. У нас есть запас времени, это энергия. У нас есть какие-то таланты, какой-то потенциал, это все различные энергии. Этими энергиями мы как-то по-разному распоряжаемся. Как распоряжаемся? Согласно своему пониманию, для чего это должно быть, на что это нужно направить. Но взаимодействуя с энергиями в этом мире, мы всегда упускаем из внимания одну самую главную вещь. Откуда эта энергия взялась? Вот этого знания об источнике энергии, то есть об абсолюте источнике энергии, у нас хронически нет. Понимаете? И вот в этом вся соль, в этом вся проблема. Поскольку мы не знаем, откуда энергия взялась, мы не знаем, куда ее направить. Допустим, как называются у нас магазины, в которых продают какие-то свежие продукты, дары природы, дары природы, что-нибудь из леса, какой-нибудь мед, дары природы. То есть мы считаем, что это природа нам дала эти дары, природа. природа это женское начало. так, мы говорим, мать природа, мать, материя, материя, матерь, мать. Итак, мы абсолютно уверены, что все, что мы имеем, все энергии, это просто дары природы, матери, земли. но давайте подумаем, может ли мать что-либо произвести на свет, родить без отца? Нет. Функция отца ребенку не всегда ясна. Маленький ребенок, он больше привязан к чему? К матери, правильно? То есть для него мать это все. Она его кормит, повит, заботится о нем каждый день. Папа это какой-то фантом, который утром исчезает, вечером возвращается, его роль не совсем ясна. Он взрослеет, ребенок начинает понимать, что папа это тот, кто поддерживает, он тоже принял некоторое участие в процессе творения. Но это приходит понимание только позже. А сначала мать, материя, это основа. Так вот, когда мы мыслим и думаем, что все берется из материи, мы не лучшие вот этого маленького ребенка, который привязан к матери, не понимая роли отца. То есть материалист это тот, кто привязан к материи. И он уверен, что материя является источником всего. То есть это очень мелкое сознание. И только когда человек немножко вырастает в духовном плане, он начинает понимать, что это матерь или материя, она ничего не может произвести и дать без отца. Но этот отец обладает немножко другой природой. Вот он где-то, так сказать, в другом более высоком измерении находится. И вот теперь, когда у нас начинает проклевываться понимание, что все, что мы имеем в этом мире, это не просто дары природы, а это забота отца о нас, вот тогда у нас может начать развиваться мысль о том, что может быть мы тоже ему чем-то обязаны. Может быть, хотя бы у нас есть, должно быть какое-то чувство благодарности. если вам что-то дали, какая реакция? Спасибо, понимаете? Если вам что-то дали, вы не сказали спасибо, но это не очень культурно, считается, неблагодарный человек. Поэтому, когда мы что-то берем, потребляем и в ответ неблагодарим, обозначают, что у нас очень такое костное сознание, мы не можем оценить дар, который мы получаем. И вот это является причиной, почему живое существо получает энергию свыше, но обратно наверх ее не возвращает. В данном случае мы видим два цикла циркулирования энергии. Первый цикл, это вертикальный цикл циркулирования энергии, называется йога. Он возможен только в том случае, когда живой существо понимает, что оно получает энергию не просто о том, в виде дождя какого-то сверху упало, понимает, что это какое-то высшее осознающее существо проявляет заботу и любовь и дает. В этом случае как акт благодарности живое существо запускает эту энергию в своей жизни по вертикальному циклу. Как это происходит, об этом чуть ниже скажем. Большинство же людей лишены понимания, что они получили какого-то разумного высшего любящего источника, и они это принимают как эгоисты, как нечто само собой разумеющееся, и куда они это тратят? Они запускают эту энергию по горизонтальному циклу. У нас в этом потоки финансовые потоки, потоки услуг, обмены всякими разными сервисами и все прочее. То есть общество работает за счет того, что в нем циркулирует энергия по горизонтальному циклу. Но когда у живых существ не появляется идея о том, что они обязаны кому-то высшему источнику, у них накапливается что? Долг. Кармический долг. И когда они попадают в какую-то трудную ситуацию, это трудно состоит в том, что им чего-то не хватает. Им чего-то не хватает. Какой-то дефицит обозначает, что они не отдавали. Вот и все. Попробуйте мысли так. Если вам чего-то не хватает, в любой сфере, понимаете, в любой сфере, это обозначает, что мы где-то задолжали. Где-то задолжали. Сейчас у самих дефицит в той или какой-то сфере. Итак, если бы было только одно действие сделано, если бы мы просто поняли одну вещь, откуда берется энергия, у нас изменилась бы вся жизнь на корню сразу же, понимаете? Вся полностью изменилась бы жизнь. Иначе что происходит? Мы дышим воздухом, мы пьем воду, мы едим пищу, которая растет тут, как-то естественно, несложно ее как-то так добывать. И при этом мы воспринимаем это как что-то само собой разумеющееся. Это опять же мышление незрелого ребенка. Он родился и уже готовы. Коляски, памперсы, соски, игрушки. Он не думает, откуда это все взялось, понимаете? Но это любовная забота его родителей, которые ждали его, заранее все сделали, все купили, понимаете? Но ребенок, он полный эгоист. На начальном этапе он полный эгоист, он полный потребитель. Он потребляет, неблагодарно потребляет, понимаете? И только годы проходят, может быть, он сам станет отцом или матерью, тогда он поймет, что это вот оказывается была забота моих родителей и теперь я тоже в этом же ключе действую. Сколько лет нужно, чтобы прошло вот эта вот зрелость какая-то пришла. Или другой пример, когда муж приходит с работой и на столе стоит ужин, там какое-то его любимое блюдо приготовленное. Конечно же это чистая случайность, конечно же это плоды большого взрыва, да? Так мы должны думать. Разве мы не должны подумать, что это забота любящей души, любящей жены, простите? Как же можно так думать, что вся инфраструктура, в которой мы рождаемся, все идеальное для нас созданное, это вот так просто, понимаете, случайно? Разве это мышление цивилизованного человека? Разве это мышление благодарного человека? Именно вот это и является причиной того, почему не возвращаем эту вот энергию наверх. И когда мы не возвращаем наверх, и формируется этот кармический долг. Представьте себе, что вы где-то работаете и вам дали деньги в подотчет и сказали там иди купи что-нибудь там не знаю какие-то канцелярские товары для офиса, да? Вот, а вы пошли и на эти деньги там в ресторане так сказать отдохнули слегка, подзакусили, вот приятное время провели, приходите на работу такой сытый, счастливый, говорят, ну где там эти, так сказать, наши канцтовары, а нету, а деньги где? Тоже нету. Так, будем разбираться. То есть это обозначает, что вы уже попадаете под какие-то определенные санкции, понимаете, у вас уже долг образовался, вас могут с работы любить и штрафовать, там что-нибудь лишить, понимаете? То есть вам дали энергию на одно, а вы потратили на другое. Изначально энергия духовна, Бог духовен, душа, то, что их связывает, это духовная связь, энергия духовна по своей природе. сконтактным с материальными элементами. И когда мы тратим энергию не на те цели, на которые они нам даны, вот тогда и появляется этот кармический долг, подобно тому, как гусеница желкопряд, она сама себя опутывает этой вот ниточкой и в конце концов оказывается пойманным в коконе. Точно так же мы эту энергию, которая из нас идет, мы ее, собственно, по этому горизонтальному циклу запускаем, запускаем, и в конце концов опутываем себя, и потом говорим, что-то трудно стало жить, понимаете? то есть мы сами себя. Карма, она сужает, сужает коридор свободы для живого существа. Вот, таким образом образуются вот эти вот все циклы. И для того, чтобы понять, каким образом материальная энергия, лишенная сознания, связывает душу, нужно усвоить одну простую вещь, что материальная энергия это просто механизм-посредник в руках высшего существа, разумного. Это то же самое, что вы приходите в магазин, вот есть продавец, вот есть покупатель, и между вами механизм-посредник, весы называется. Допустим, мы взяли там какую-нибудь сетку яблок, вот положили на весы, там забивают, насколько стоит килограмм, и говорят, с вас 100 рублей, допустим, да? но берет с вас 100 рублей не весы, а живой продавец, или кассир, там какой-то, вот то есть материя сама по себе, она запрограммирована определенным образом, то есть цена поставлена, за какое действие, какая реакция, что за килограмм яблок, допустим, уже там 60, 70, или 100 рублей, не знаю, сколько там, да? Вот то есть есть определенная цена, точно так же за каждое определенное действие запрограммированы какие-то определенные, так сказать, последствия, вот, но взымает с нас не материя, взывает с нас не весы, а тот, кто стоит за этим, то есть чтобы для того, чтобы показать, что существует причинно-следственная связь, он поощряет хорошие действия определенными благими реакциями, и он не поощряет дурные действия какими-то другими реакциями. Итак, сейчас давайте посмотрим один небольшой трехминутный мультфильм, который называется Дух кармы, здесь вы увидите некоторые интересные моменты и одно лишь небольшое пояснение. Значит, здесь вы увидите одного действующего героя, который совершает разные действия, и за каждое действие он получает некоторую реакцию, эта реакция будет выглядеть как такой маленький человечек такой живой, это как такие духи кармы, что называется, которых он тут наработал себе. То есть идея в чем? Идея состоит в том, что когда мы совершаем любое действие, мы вкладываем энергию, действие без энергии невозможно. Итак, когда мы совершаем действие, допустим, я сейчас ударю кулаком по столу, это вложение энергии определенного, который может перевернуться от этой энергии, всякое может произойти, мышка может отсоединиться от компьютера. То есть я вкладываю энергию во что-то, это даст какой-то определенный плод, результат. То есть совершение действия подобно вложению семени или посадке семени в землю. И это семя с течением времени дает какие-то определенные плоды. И вот сейчас вы увидите, каким образом действия, скажем, они появляются определенные реакции и потом, когда они накапливаются, к чему это приводит. В этом мультфильме, правда, есть одна ошибочка, вот я скажу вам заранее, ошибка состоит в том, что низшие существа, допустим, животные, растения, они отживают карму, отрабатывают старую карму, они новую не нарабатывают. Если бы они новую еще нарабатывали, они бы вообще не смогли никогда развиваться. То есть новую карму зарабатывают только люди. Они старую отрабатывают, новую могут отрабатывать, животные только отрабатывают старую. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, этот маленький мультфильм. 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 Играет музыка. 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 Ну, я думаю, понятна идея, да? И вот здесь как раз мы видим ту самую ситуацию с посадкой семян. Синим контуром здесь обозначено физическое тело, а красным контуром физическое тело называется проросшая карма. На санскрите это прорабдха карма, проросшая уже плод, видимый конкретно. Тонкое тело изображено красным контуром, там находятся семена кармы, одни тёмные, другие светлые, хорошие, плохие. И в центре душа, сознание, которое сковано сейчас этой кармой, поэтому является не в полной мере. То есть называется кармическое мышление, обусловленное кармическими механизмами. Нам очень тяжело духовно мыслить, пока мы скованы этой кармой. Итак, вот эта ситуация. Теперь есть у нас вариант, что мы встречаем духовное знание, знание, идущее свыше от Бога. И если оно входит в нас, и мы его усваиваем, перевариваем, и начинаем применять на практике, то происходит вот такой процесс. То есть огонь этого духовного знания, он сжигает внутри эти семена кармы. В Бхагавадгите есть такой стих, который гласит, что подобно тому, как пылающий огонь превращает дрова в пепел, так же и огонь духовного знания сжигает до тла все последствия наших поступков. Таков закон. Итак, семя. Вы можете посадить его, оно прорастёт. Но если вы его термически обработаете, сварите, пожарите, не прорастёт. Понимаете? Точно так же огонь духовного знания — это термическая обработка. Термическая обработка. То есть огонь духовного знания, что он уничтожает? Он уничтожает невежество. Невежество о чём? Невежество о том, откуда всё берётся. То есть высшее знание — это знание о причине. О высшей причине, откуда всё пришло. То есть духовное знание уничтожает невежество, что всё берётся просто с какой-то слепой природы, дает нам понимание, что берется из высшего разумного источника. И если это невежество уничтожено, мы этим огнем знаний уничтожаем старую карму, а новую больше не создаем, потому что теперь мы понимаем, что куда все берется. Наша жизнь меняется, мы начинаем запускать свою энергию по вертикальному циклу. Что это и как это делается, сейчас мы как раз и будем разбирать. Итак, смотрите, у души есть перспектива общаться с материей через карму. Что же душа получает от материи? Она получает три свойства материи. Невежество, страсть и благость. Даже благость из вечера не знает как. Это дефицитное очень качество сейчас. В основном невежество и страсть для людей. Итак, когда душа покажет свою материю, ее естественные свойства, вечности, знания и счастья скрываются. Поэтому она какая? Несчастная душа. То есть ее, как вот посадите птичку в клетку, да? Хочу тебе не нравится, хорошая клетка, смотри. Вообще я тебе корм даю каждый день, да? Все там, чищу клетку. Вообще как здорово. Но птице-то от этого не легче. Птице-то летать надо, понимаете? Ее никакая клетка не устроит. Ни золотая, ни платиновая, никакая. Птице нужна свобода, понимаете? Поэтому физическое тело, которое дает нам карма, материя, это то, что всегда ограничивает свойства души. Поэтому здесь, пока мы эти отношения развиваем с материей, они всегда будут проблемными. И для того, чтобы нам освободиться от вот этих вот давления кармы, от этого вот диктата времени, чтобы реализовать первое свойство, вечность души, что нужно сделать? Нужно порвать путы кармы. Как же это сделать? Ведь мы вросли в эту материю полностью сейчас. Куда не пойдешь, везде материя. Я сижу на этом диване из материи, стол из материи, микрофон из материи, вода из материи, воздух, это все материя. Куда не пойди, везде материя, понимаете, да? И с этой материи я взаимодействую, и обрастаю этой материи. Вот кармическая связь. Как же ее порвут эти связи? То есть начинается все с того, что я хотя бы теоретически просто понимаю, откуда все берется. А потом, начиная на основе этого действия, на основе этого действия. Как же я могу действовать? Как же я могу начать вот эти вот свои кармические связи обрывать? Каким образом вот вектор моей энергии может вдруг перенаправиться с материи на Бога, который вообще понятия не имеет, кто он такой, да? Ну это же абстракция какая-то, столько разных споров. Есть он, нету его, какой он там, личный, безличный. Целый большой вопрос. Завтра мы его разрешим, думаю, к всеобщему удовлетворению. Но пока у нас вот такая дилемма, каким образом нам вот эту вот энергию направить наверх, одухотворить. Тем не менее, это возможно. Допустим, что я сейчас делаю? Я сижу и использую свою материальную природу. У меня есть какие-то определенные материальные способности. Это все карма. Это все то, что я в материальном мире, так сказать, наработал, заработал. Но что я с этим делаю? Я беру и теперь свою карму с духовной темой. То есть я свои какие-то способности там говорить, формулировать, что-то как-то подавать методологично. Я это беру и связываю с духовной темой. И таким образом занимаюсь, предположим, простительской деятельностью. То есть моя карма уже связана с духовной энергией. А связь с духовной энергией называется йога. То есть это уже будет что? Карма-йога. То есть я уже связываюсь с высшей природой через свою деятельность, используя свою кармическую природу. Понимаете? Если я сейчас не говорил вот с вами здесь, я говорил бы на какие-то другие материальные вещи и другим каким-то вещам. Понимаете? То есть это моя природа. Но я сделал выбор в пользу духа. И теперь это мое, так сказать, служение людям, служение Богу. Вы говорите, ну ладно, но не все же могут лекции читать. Такие там всякие. Что мы будем делать? Человек говорит, а я бухгалтер, да? А я уборщик, а я инженер, а я бизнесмен, а я продавец. А я что буду делать? Как мне быть, да? Если я не могу свою деятельность впрямую связать с Богом. Тогда есть вариант Б. Очень просто. Если моя деятельность не может быть связана напрямую с каким-то духовным услужением, тогда я могу связать часть плодов своей деятельности. То есть это означает, мы получаем там какие-то деньги, какое-то вознаграждение за свою деятельность. Мы можем какую-то посильную часть, допустим, ну пожертвовать на какие-то духовные цели, предположим. Вот здесь у вас все так, у нас такая благотворительная программа, что называется, да? В Владивостоке тоже нас благотворительная программа, только она в других масштабах. Вот мы там снимаем большие залы, там 500-600 человек, даем рекламу там такую серьезную, покупаем эти телевизоры большие, там рекламу, баннеры там всякие. За что? За какие деньги? А просто один-два человека, которые когда-то эту программу прошли, им очень понравилось. Теперь каждую весну он мне звонит, говорит, будет программа самосковое знание? Я говорю, да. Он говорит, приходи за деньгами, он мне просто дает пачку денег, вот мы тратим деньги, снимаем крутые залы, там все очень такое посерьезное, понимаете? Но для людей это бесплатно не входит. Бесплатно ли? Это для них бесплатно. А кто-то берет на себя нагрузку, понимаете? Итак, эти люди, они не читают лекции, они не говорят, как я, но они помогают другим, то есть это их карма-йога, понимаете? Это их вклад, это их, так сказать, участие. Ну вы скажете, ну знаете ли, тут у меня тут от зарплаты до зарплаты, там не хватает, я не могу в этом участвовать. Очень хорошо. Можно решить проблему вообще, так сказать, совершенно в стиле минимализма. Мы же все что-то едим каждый день, правильно? На это нам хватает, уж точно. И это что обозначает? Обозначает, что мы можем начать одухотворение своего существования с одухотворения пищи. Освещение пищи — очень простой и практичный способ. Одно условие, сразу скажу, что для того, чтобы пищу одухотворить или осветить, она должна быть благостная. То есть высшее материальное качество. Вот эта иерархия качеств материальных, невежества, страсти, благость — благость высочайшая. И к существу в духовной природе предлагают только высшее качество. Благостная пища обозначает, что мы выбираем только самое лучшее. Причем самое лучшее обозначает самое чистое. То есть пища, которая не осквернена ни одной капелькой крови, понимаете? То есть никакого элемента насилия там быть не должно. Это обозначает, что только чистая вегетарианская пища может быть освящена. Это условие, которое диктуют Веды. Итак, теперь, что же, так сказать, мы будем делать, как же мы ее будем освещать и вообще, насколько это все реально. Может быть, это какие-то сказки, может быть, это какая-то иллюзия. На самом деле нет. Сейчас я вам покажу несколько коротеньких видеороликов, которые, надеюсь, помогут вам понять и поверить, принять, как хотите. То, что на материю можно позитивно воздействовать и ее можно определенным образом одухотворить. Может быть, вы слышали, может быть, нет. Я вам сейчас покажу один видеоролик. Ровно 20 лет назад, в 95-м году, весь мир облетели сенсационные видеосъемки о том, как в индуистских храмах божество Ганеши вдруг стало пить молоко. Сразу хочу некоторые моменты прояснить, культурологически, чтобы не было недомолвок. Значит, в ведической концепции, или то, что, грубо говоря, называют просто индуизмом, есть традиция поклонения в храмах различных форм. Мы знаем, что на Западе есть некоторые сложности. Говорят, там, идолы, какие-то идолопоклонства. Это не совсем неправильное понимание. Идолы — это богозаменители. Поклонение там каким-то звездам эстрады, спортсменам. Вот это будет идолопоклонство. То есть тем, кто не является богом, и поклоняется как богу. Вот это идолопоклонство. Различные формы многочисленные божественные — это не идолы. Потому что у бога, вернее, много форм. Есть такой ведический афоризм, который гласит «экоба», «хусьям», «я один, но я стану многими». Представлены во множестве разных форм, которые представляют разные какие-то его ипостаси, функции и так далее. И вот в традиции есть такие элементы культуры, как то, что этому божеству предлагают пищу, какое-то время молоко предлагают. И этот священнослужитель зашел в алтарь, занес чашечку молока, поставил перед этим, конечно, прочитал какую-то определенную молитву, мантру, предложил им и ушел. Через 10 минут приходит пустая. Он думает, может, я забыл что-то там как-то на автопилоте. Он еще раз налил, поставил. Приходит, опять пустая. В это время звонят ему. Слушайте, у вас там никакие в храме странные вещи не происходят. Из другого храма звонят. Он говорит, происходит. И у нас. И пошла, так сказать, эта вот мысль. Идея распространяется, что вообще, это была целая неделя во всех индуистских храмах мира, вдруг Ганеш стал пить молоко. Ну, сенсация, естественно, бум. Народ там, значит, кинулся с этим молоком. Очереди километровые образовались возле храмов. Все хотят посмотреть, сами Ганеша молоком напоить. Ганеша популярное в Индии божество. Считается, как тот, кто устраняет все препятствия на пути. И народ думает, ничего себе, так сказать, какая вообще удачная возможность. Продавцы молока годовую норму сделали по продаже. Вот. И, значит, все проникающие журналисты с микрофонами на перевес к ученым интервью брать. Господа ученые, кажется, трещит по швам ваш материализм. Вот. Тут видите, какие, так сказать, чудеса-то происходят. Это как раз для тех, кто не имеет веры в слух духовный, им нужно видеть. Вот. Поэтому чудо это для тех, кто не верит ушам, им нужно поверить глазам. Окей, это уровень пониже, но смотрите, если хотите, для укрепления веры некоторой. Итак, берут интервью ученых. Господа ученые, объясните, пожалуйста, что заявление такое. Ученые говорят, ну, здесь все просто. Ганеш, он сделан из мрамора, да? Мрамор пористый материал, значит, он впитывает влагу, эффект смачивания, сами понимаете, физика простая. Вот это молоко подносит, оно впитывается, и все. Журналисты говорят, а, понятно, эффект смачивания, пористый материал. Потом подумали, нет, что-то не сходится. Потому что Ганеш маленький, а молока-то много привезли. Куда тонна молока девалась-то, цистерна целая. Не может такого быть, да, что-то такой маленький Ганеш, что-то молока привезли. Вот, опять не сходится. Ученые говорят, ай, извините, вы мешаете нам смотреть на звезды, в космос, далеко туда, в микроскоп, со своими-своими глупостями религиозными. Нас это не интересует, короче говоря, мы серьезные люди. Ответ такой остался у них, непонятный. Посмотрите, просто как это происходит. Значит, он играет всего 12 минут, но я сделал нарезку маленькую, 40 секунд, чтобы вы просто получили представление. Если хотите получить полностью, то есть сайт, называется milkmiracle.com, там можно полностью все это посмотреть. Вот название сайта. Чуть-чуть звук, можно тише сделать? Чуть-чуть. Нет, здесь уже все на минимуме абсолютном стоит. Окей, хорошо. Хорошо. Смотрите, вот ложечка под мой стоянный клонен, ничего. Молоко исчезает. То есть, очень просто. Иногда вы можете подумать, ну, здравствуйте, я сейчас буду предлагать ему все, он выпьет, что у меня останется. Можете не волноваться. Высшие существа, они, скажем так, могут просто глазами смотреть, принимать эти подношения. Главное чувство благодарности, любви и благодарности, о чем сейчас нам ученые скажут. Сейчас вы услышите, как ученые нас призовут с любовью и благодарностью все это делают. Значит, это был просто, так сказать, временный такой акт. Ганеш решил проявить некоторое чудо для укрепления веры некоторых людей. Теперь я вам покажу еще несколько маленьких, коротеньких видеофрагментов. Это известные фильмы, может быть, наверняка вы их видели по поводу тайны воды, как вода реагирует на молитву, на разные слова, на разную музыку, когда вот разные какие-то вибрации, разные умонастроения. Таким образом оно влияет на кристаллы воды. То есть, суть в том, что он обрабатывал музыкально, звуками, словами, вот тут воду, потом фотографировал ее, вернее, замораживал ее, потом фотографировал кристаллы. И, соответственно, кристаллы становились гармоничными или дисгармоничными. Из-за того, какие были слова, какая была музыка, вибрации и так далее. Вот посмотрите на это, пожалуйста. Так выглядит музыка баха. Монсарта. Звучит музыка. все понятно да гармоничная музыка гармоничный кристалл без гармоничная музыка гармоничный кристалл вот и поскольку в общем то все что мы пьем или едим в основном тут из воды соответственно если это все связано с какими-то такими дисгармоничными вся культура здесь гармоничными вибрациями вот то это дисгармония через воду через пищу входит нас происходит как бы такое тонкая иногда вполне даже грубое отравление что вы видите пример и наоборот когда вода или пища с гармонизированы вот освещение какими-то чистыми вибрациями совсем другое качество в нас ходит так давайте посмотрим дальше юго-восточная антия 1956 год закрытая лаборатория военного института по разработке и изготовлению средств массового уничтожения здесь уже несколько лет работают над созданием сильнейшего бактериологического оружия нового поколения свойства которыми это оружие по мнению ученых должно обладать обсуждаются на одном из многочасовых секретных совещаний неожиданно прерывается всех участников увозят в госпиталь симптомами сильнейшего пищевого отравления начинается расследование которое сразу же заходит в тупик кроме воды находящейся в графинах ученые ничего не употребляют воду проверили никаких вредных примесей химический состав а ждал в отчете так и записали причиной отравления стала обыкновенная вода через 20 лет было выглянуто фантастическая гипотеза гипотеза способная обосновать непредсказуемое поведение воды воды есть память запомните эту правду результаты экспериментов проведенных во многих странах мира показали вода воспринимает и запечатлевает любое воздействие запоминает все что происходит в окружающем пространстве итак я просил вас обратить внимание на фразу воды есть память с этим согласны точно вопрос с подвохом через минуту вы изменить свое мнение смотрим дальше следующий сюжет дурак я тебя ненавижу на лабораторные чашки с водой были нанесены героглифы обозначающие слова и имена известных людей надежда душа майн тереза многочисленные эксперименты ремонта масса с целью найти слова сильнее всего очищающего воду показали что оно не одно а сочетание двух любовь и благодарность помните это ученые нам советуют с любовью и благодарностью к материи относиться ученые и какие-то духовные тексты и так теперь давайте мы вернемся к этому каверзному вопросу про то что воды есть память казалось бы действительно раз запоминает информацию значит есть память давайте чуть чуть раскрутим это понятие что такое память память согласно ведом это свойство разума у разума есть пять функций и одна из них это память потому что если нету память земли какого-то вот каких-то разныхолько тренан на разных фактов до память о таких разных фактах невозможно мыслить эта разум он рассуждает на основе какой-то базы данных правильно если никакой базы данных нет нам не на чем рассуждать то есть память она является основой разума и так если вы сказали что значит вы косвенно сказали, что у воды есть разум. Раскручиваем дальше. Разум — это свойство личности. Нет. Итак, у воды есть память, вы сказали. А согласно ведам, память — свойство разума, а разум — это свойство личности. То есть, признавая, что у воды есть память, вы признаете, что вода является личностью. Верите ли вы действительно в то, что эта вода лично знакома с матерью Терезой или с Адольфом Гитлером. Что-то не сходится, да? Но если вы внимательно слушали лекцию номер один и поняли, что в каждом атоме находится параматма, вот она является источником памяти, знания, забвения. То есть вода — это всего лишь интерфейс, среда-посредник, через которую параматма выражает своё отношение к тем или иным вибрациям, к тем или иным личностям. И уж параматма точно знает, и мать Терезу, и Адольфа Гитлера. Она всё про всех знает, понимаете? То есть вот теперь у нас понимание будет более целостным, что это не вода обладает, а вода является просто носителем. Давайте ещё раз протестим инструмент, чтобы убедиться в том, что вы правильно поняли. Опять, так сказать, постановка вопроса с подковыркой. У компьютера есть память? Вы опять киваете «да». Ну как же нет? Конечно, есть. Ему даже написано там 8 гигабайт, оперативная память. Ну как же нет? Конечно, есть. Нет у компьютера памяти. Нет у компьютера памяти. Вот если мы признаем, что у компьютера есть память, вы должны понимать, что у него есть разум, значит, вы должны понимать, что он — личность. Нет. Компьютер и его память, это просто, это наша память расширенная. Нам не хватает своей личной памяти, поэтому за счет технического ресурса пытаемся ее расширить. Вот и все. Понимаете? Я хочу обсудить. А почему у этого нет памяти? Потому что он не является личностью. То есть это память компьютера, это просто, скажем, какой-то корзинка, такой носитель, понимаете? Где, так сказать, хранится информация, места для которого не хватает в нашей голове. Поэтому используем компьютер как такую техническую поддержку, так сказать, дополнительную. Итак, смотрим дальше. Значит, если мы начинаем, как нам порекомендовали ученые, с любовью и жизненностью эту материю подухотворять, то начинают происходить интересные вещи. Значит, из первой лекции вы должны были запомнить тот факт, что каждые 7 лет все клетки тела полностью обновляются. Если вы в течение 7 лет принимаете только освещенную пищу, ваше здоровье физического тела и тонкого тела принципиально изменится. Ваша способность влиять на людей возрастет в разы, потому что теперь и ваше тело, и ваше тонкое тело, и ваша речь, они будут усилены духовной энергией, понимаете? То есть вы станете человеком другого качества. Качество ваших эмоций, качество ваших мыслей, качество вашей жизни принципиально изменится. Очень практично, проверено, понимаете? Вот поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы не требуя, так сказать, никого, ни с каких денег, не читая там каких-то умных лекций на аудитории, просто начать одухотворять свою жизнь просто освещая пищу. Другой еще элемент логики в этом процессе вам для поддержки, так сказать, для того, чтобы еще больше в этом убедились. Давайте посмотрим, как мы готовим ту же самую пищу. Мы готовим пищу, обрабатывая ее все более и более тонкими элементами. Допустим, берете крупу, твердая материя, помещаете ее в более тонкую материю, вода. Вода более тонкая, чем земля, правильно? Твердая материя, рис, допустим, это элемент земли. Мы помещаем его в более тонкий элемент воды. Дальше что? Ставим на более тонкий элемент огонь, правильно? Дальше что? Огонь горит благодаря еще более тонкому элементу, воздуху, правильно? Итак, мы обрабатываем пищу все более и более тонкими элементами. В чем же проблема, когда она приготовлена, обработать ее самым тонким элементом, духом, сознанием? Тогда процесс будет реально завершенным. И поскольку пища обладает, скажем так, она людьми создана не может быть, то есть пища сама по себе божественного происхождения, то ее, скажем, предложение или освещение в связи с Богом, это естественный процесс. То, что пища не может быть создана людьми, это даже не теорема, даже доказывать не надо, понимаете? Можете дать все деньги мира всем ученым и сказать, сделайте хоть одно маленькое зернышко, одно, понимаете? Чтобы из него вырос колосок, а на колоске будет 10 зернышек. Умрут не сделают, никогда, понимаете? То есть пищу невозможно синтезировать. Веды это называют очинтия шакти, непостижимой энергией. И в Бхагавадгите есть такой интересный стих, где Верховный говорит, агам биджа прада бита, я есть отец, дающий семя. То есть это биджа или семя, оно не человеческого, не руготворного происхождения, невозможно синтезировать, понимаете? Ни в каких обстоятельствах. Если бы это было возможно сделать, все вопросы давно уже были решены, понимаете? Зачем это сложное такое сельское хозяйство, в зависимости от погоды, походь землю, то, сё, урожай просто на фабрике, раз, и всё синтезируют. Что хотите вообще? Очень просто можно было делать, да? Как пускай какой-нибудь там, не знаю, пенопласт, такую синтезированную ерунду, да, там, пластик. Чё, почему не произойдите семена? Невозможно. Не можем сделать, понимаете? Природный механизм, корова, допустим, ест траву, даёт молоко. Попробуйте такую машину сделать, траву туда закидывать, чтобы на выходе молоко было. Невозможно, понимаете? Корова сама не знает, как у неё получается. Параматма. Всё, вот это вот непостижимая божественная энергия. То есть это означает, что мы даже в вопросах питания зависимы от высшей силы. Поэтому, как признание этой зависимости, обогащённой благодарностью, мы с любовью и благодарностью можем всё это осветить. предложить. Как именно? Это уже детали. В разных традициях какие-то есть разные молитвы и так далее. Веды используют мантры, кто-то там использует какие-то молитвы и так далее. Это не имеет большого значения. Бог понимает все языки. То есть ритуал, он в этом плане не столь существенный. Он не является прямо... Это деталь, скорее. А принцип это вот то, что мы признали, приняли. И теперь мы вот с любовью и благодарностью просим как-то осветить эту пищу. И интересно, что когда... Есть такая, я уже говорил, съёмка Кирлиана через специальный фотоаппарат, который фиксирует ауру предмета, биополе. Если сфотографировать просто каплю воды, обычной воды, биополе будет небольшое. Теперь эту же воду освещают, какую-то молитву от неё читают. Ещё раз её фотографируют. Биополе в 10 раз шире. Она такая светящаяся, яркая становится. Понимаете? И поскольку пища в основном состоит из воды, то это касается всего остального. Теперь, что будет, если этого не делать? Если мы пищу не освещаем, она остаётся не освещенной, то есть тёмной. И это входит в нас. Понимаете? То есть пища это не только жиры, булки и углеводы. Это информация определённая, в том числе и эмоциональная информация. Вот поэтому нам ничего не стоит это сделать. Меня порой даже смешит беспомощность людей в этом вопросе. Я помню, несколько лет назад, весной, перед Пасхой, какое-то объявление было, там у нас по местному радио, телевидению, уже не помню. Значит, там граждане православные, кто купили там эти куличи. Значит, на таких-то местах, там на площадях города, в разных районах, приходите, будут священники освещать эти куличи. Я подумал, Боже, какая несамостоятельность. Вы будете каждый день священника предлагать, чтобы он вам обед освещал? Да замучайтесь, это, наверное, недёшево обойдётся. Да, каждый раз вызывать, так сказать. То есть люди должны быть в этом плане более самостоятельными. Есть какие-то таинства, которые действительно могут там только священник сделать, квалификации какой-то особой требуют. Но освященные вещи — это элементарные вещи, понимаете? Это элементарные вещи. Вот действительно ничего абсолютно сложного. Люди в этом плане должны быть значительно более самостоятельными, зрелыми и умелыми. Это и есть наша духовная квалификация, хотя бы элементарные вещи делать, понимаете? Итак, это как раз и есть альтернатива. То есть мы можем вот эту вот материю, с которой мы связаны через кармой, брать из материи лучшие, благостные, наиболее чистые проявления и освящать их. Понимаете? Вот это и называется одухотворение или освящение нашей жизни. То есть когда мы карму уже связаны с Богом, получается карма-йога. Это первый путь для освящения нашей жизни. Теперь, что происходит, если мы этого не делаем? Допустим, представьте себе, что верхней части этой схемы нет. Ее действительно в головах большинства людей и нет. Вот поэтому они просто копошатся внутри вот этой вот материи, живые существа, запутавшиеся. Они даже не понимают, откуда сила времени берется. Это же импульс, понимаете? Вот почему бы, зачем нам вообще, говоря, время? Вот не было бы времени, как хорошо, да? На часы смотреть не надо, живем себе и живем, да? Откуда этот импульс? Никто даже не задумывается. Если вы почитаете определение времени философское, написано, время это форма движения материи. Очень здорово сказали, да? Избежав самого главного. Где импульс-то? Откуда это движение исходит? У всякого движения есть изначальный импульс, понимаете? Итак, почему материя движется? Почему она вращается? Почему она проходит эти три этапа творения, поддержания, уничтожения? Кому это надо, в конце концов? Может быть, сосредоточиться, но как-то и время вообще остановить, понимаете? Если бы проблемы сразу решились, да? Вот оно, мое счастье, стоп-кадр. И никуда не меняется все. Я живу в этом счастье, никакого времени нет. Не получается, понимаете? Да сила времени неизбежно ведет к разрушению. Но что она разрушает? Только материю. Души не касается это все. Но поскольку я срос материи через ложное эго, я считаю, что я есть это тело, то вечная душа думает, я болею, старею и умираю. Хотя эти изменения касаются только материи, материального покрытия. Поэтому для того, чтобы в душе реализовать свойства вечности, из-под влияния времени нужно разрушать карму. Как? Направить свою энергию наверх. И об этом мы только что говорили. В противном случае, если мы этого не делаем, где мы оказываемся? Мы ныряем глубоко в материю и оказываемся в трех стихиях обитания. Что это за стихия обитания? В центре всего, конечно же, душа. Главный такой у нас тут фактор. Где находится душа? Всегда. Она всегда находится в окружении ума собственного, да? Тонкое тело. И она всегда находится в покрытии материального тела. Итак, это первая среда обитания. Куда бы мы ни пошли, в этом мире мы всегда находимся внутри ума и внутри тела, да? Итак, это первая среда обитания. Называется на санскрите Ади Атма. Вторая среда обитания — это общество нам подобных, не только люди. Также животные растения, они тоже живые, это все сограждане, так сказать, как говорится, братья наши меньшие, да? Вот, это называется Адибгута, второй слой существования. И третья среда обитания называется космос. Это полубоги, это такое жеу вселенной, которые обеспечивают нас всеми необходимыми потребностями, как в городе есть, предположим, электростанция, когда будет электричество, есть какой-нибудь там водоканал, какие-нибудь коммуникации и прочие всякие разные службы, которые обеспечивают нас различными удобствами. И у руля всегда стоят личности. Это они могут рубильник отключить свет или включить воду, отключить-включить. Телефонная станция, там оператор может отключить нас от связи, если мы задолжали, допустим, у нас там баланс ниже нуля, все, нас отключают, мы там звоним, а связи нет. Кто-то взял и выключил, все, у вас долг, извините, вы не можете пользоваться услугой, да? Звоните, там такой милый женский голос говорит, данная услуга вам не предоставлена. Это обозначает, что вы потребили больше, чем заплатили. Итак, личности определяют все, все наши услуги, нам приходят регулярно счета, всевозможные платежки. И мы можем их платить, если мы их так вот выкинули, да, то через какое-то время накапливается долг, потом нам могут что-то их обрезать, отключить. Придут, счетчик опечатывают, электричество отключат и сидите, так сказать, без света. Значит, одним словом, эти три стихии обитания, они пронизаны едиными законами гармонии. Единые законы гармонии, которые все связаны с гунной благости. Потому что благость связана со знанием и с гармонией, с балансом определенным. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить с каждой средой обитания, если мы к ней будем относиться в благости, в страсти или в невежестве. Давайте, простые эксперименты. Значит, тело и ум, это первая наша среда обитания, начнут относиться к нему к невежеству и страсти. Давайте ум свой кормить стрессами, смотреть боевики, фильмы ужасов, а что-нибудь такое, знаете, вот ужасное, там, или наоборот, возбуждать его, там, эротика, чем-то еще. То есть, страсть невежества, страсть невежества. Читать новости всякие страшные, постоянные, там, какие-нибудь интернет-сайты, там, в свое время, помню, про этот, 12-й год, там, все уши прожужжали. То там какая-то комета, планета Нибир у нас нас летит, то еще там какая-то комета. То есть, есть вот люди, которые, вот они не могут без этого апокалиптического какого-то вот ореола жить, да? Вот они поставят что-нибудь такое, читают, читают, потом начитаются, и уже не знают вообще там, уже никуда пойти не могут вообще без фонарика. Потому что со всех сторон это Нибирует, и все там какие-то летят какие-то кометы, в любую месяц, там, какие-то заговоры международные, понимаете, вот все против всех. Вот, то есть, когда мы очень много читаем, слушаем, смотрим от такого вот негатива, в невежестве и страсти, что развивается в уме? В уме развиваются страхи, да, неврозы, психозы, какой-то мании всевозможной, мы стимулируем какими-то разными, какими-то вот такими идеями страстными. То есть, это ненормальное состояние функционирования, и оно передается телу. Или, допустим, тело начните кормить там, начните пить, курить там, из какой-то пищи не самую здоровую. Чем это закончится? Там кольнуло, здесь заболело, там еще что-то такое происходит. То есть, тело и ум тут же реагируют, когда мы в невежестве и страсти к нему относимся. А теперь наоборот, давайте, да, будем ум и тело кормить информацией и пищей в неблагости. Например, когда вы что-то слушаете, читаете, смотрите, вдохновляющее вас, открывающее вам духовные перспективы, какое-то знание законов гармонии, дающее вам какую-то надежду, оптимизм. Это стабилизирует ум, это улучшает работу даже тела, здоровая пища, здоровый образ жизни. Здесь даже такая, это просто очевидные вещи, да, вы разумно ли все это понимаете, что такое общаться с телом и умом в невежестве, страсти и благости. Об этом много говорить не нужно. Теперь пойдем дальше. Вторая среда обитания, общество. Что такое относиться к обществу в гуне невежество, страсти или благости? Невежество обозначает насилие, да, обман, оскорбление, грубость, воровство и так далее. То есть, вот все то, про что в Библии сказано, не, 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 не уби, не кради, там, не лжесвидетельствуй, еще там, не прелюбодействуй. То есть, вот все не, все невежество и страсть за борт, не нужно это, да. То есть, все про то, что сказали не, это обозначает невежество и страсть, низшее влияние, не нужно этого, да. В противном случае, давайте кого-нибудь убьем, побьем, оскорбим, обманем, возьмем деньги в долг, не отдадим. Еще что-нибудь. Каково, какова будет атмосфера в обществе? Она будет просто невежество, понимаете, да? Вот, и люди, которые вот усердствуют в этом невежестве и страсти, в конце концов, их изолируют просто от общества, особенно тех, кто в невежестве, потому что они опасны, они деструктивны, они разрушают все вокруг, понимаете? Наркоманы, убийцы, насильники, террористы, там, кто угодно, все те, кто связаны с этой вот идеей какого-то насилия, боли, разрушения, все, они становятся изгоями общества. И наоборот, допустим, мы знаем это золотое правило, да? Относить к другим так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. То есть к другим, как к самому себе относились. Все, это правило рабочее, понимаете? Вот, когда мы относимся к другим людям с уважением, с пониманием, вежливо, да, ответственно, заботливо, совсем другая атмосфера. Это и называется отношение к другим своим существам в угоне благости. Вот, и как эти две первые стихии связаны между собой? Очень просто. Может ли человек, у которого сознание в невежестве и страсти, относиться к миру, ко второй стихии в угоне благости? Это невозможно, понимаете? Поэтому отношение или атмосфера во второй среде обитания зависит от качества среды обитания. Благостный человек, который живет здоровым, благостным образом жизни, имеет благостный менталитет, он будет по благостному взаимодействовать со второй средой обитания. Если у него не в теле невежество и страсть, эта невежество и страсть будет принято во второй стихии обитания, понимаете? Это все связано. А теперь идем дальше. Когда общество, целое общество, второй пласт обитания, наполняется этим невежеством и страстью, как общество взаимодействует с миром в целом, с природой, экология, да? Что оно делает с экологией? Разрушает окружающий мир. То есть пилим суп, на котором мы сидим. И все идет из центра, из нашего сознания. Поэтому эти все три стихии обитания, они связаны между собой, как я сказал, и они пронизаны этими едиными законами гармонии. Их невозможно поменять. Как только человек опускается с уровня благости, уровень славы, его начинает трясти сразу же, понимаете? Жизнь становится очень беспокойной. Это в Америке, на некоторых дорогах, там так очень интересно сделано, что вот ровная трасса, а когда трасса заканчивается, там специально такие булыжники укладывают. То есть, допустим, человек уснул, да? И он начинает трясти сразу же, он просыпается. То есть тряска — это ненормально. Страдание — это ненормально. То есть, когда начинается страдание, это обозначает, мы съехали с главной трассы. Значит, мы съехали с гуны благости, раз на столе трясти, понимаете? То есть, невежество и страсть, они делают жизнь очень такой, ухабистой, вот такой вот, неровной какой-то. И для того, чтобы, если мы хотим какой-то спокойной жизни, опять мы вырули в эту трассу, все. Гуна благости, она опять нормализует, гармонизирует жизнь. То есть, сами по себе страдания уже обозначают, мы съехали с дороги, понимаете? И чем дальше, тем больше может быть. Поэтому все эти три стихии обитания, они полностью связаны. И невозможно изменить ни процессы, происходящие в обществе, ни процессы, происходящие в космосе, пока мы не измерим состояние наших умов, понимаете? Потому что это все связано одним с другим, одно с другим. Это очень просто понять. Если этого мы не делаем, тогда что мы делаем? Тогда мы, так сказать, сами закладываем бомбу, понимаете? Мы нарушаем все эти законы гармонии на уровне ума, на уровне общества, на уровне космоса, а потом боимся конца света. А кто его устраивает, этот конец света? Если не мы сами своим менталитетом, понимаете? Кто вот виноват этому человеку, да, который пилит сук, на котором сидит? Ну кто? Но его собственное невежество, его непонимание, что он находится в зависимости от природы, он находится в зависимости от общества, и в конце концов он зависим от высших этих всех законов. Допустим, все бы, конечно, хотели, чтобы общество изменилось к лучшему, не так ли, да? Кто хочет позитивных изменений? Кто? Все хотят, да? А кто хочет изменения? Вот видите, у вас позитивная аудитория. А в большинстве случаев дело обстоит не так, видите? Кто хочет изменений? Все. А кто хочет измениться, все сразу носы вешают, да? Вот потому что люди не понимают, что не изменившись внутри, невозможно изменить мир. Невозможно. Поэтому изменение мира начинает изменить себя. В позитивную сторону, естественно. Вот поэтому, как же это можно сделать без знания? Без знания это сделать невозможно. Итак, немножко вспомним сейчас вот про эту иерархию гум, благость, страсть, невежество. И потом мы поговорим о самом главном. Каким же образом вот эту благость, столь дефицитную, нам развить? Откуда ее вообще-то взять? Итак, благость это вершина материи. Она связана всегда с духовностью, с высшим знанием, с моралью, с гармонией, с ответственностью. Страсть всегда связана с внешними достижениями, поверхностная такая, неглубокая очень. И невежество, оно связано с саморазрушением, с разрушением окружающей среды, с разрушением всего культуры, здоровья, общества, все деструктивные процессы. Теперь у нас возникает вопрос. Если благость такая ценная, она гармонизирует и ум, и общество, и наши отношения с миром в целом, где же ее взять и из чего она складывается? Веды говорят, что у благости четыре опоры, или четыре основы, четыре принципа так называемых. Милосердие, чистота, контроль чувств и правдивость. Коротко рассмотрим их. А что такое милосердие? Хорошее слово, никто не против, да? Но для того, чтобы понять, насколько мы в действительности милосердны, нужно сделать одно простое действие. Загляните в свою тарелку. Если тут торчит чей-то хвост, значит вы уже не милосердны. То есть милосердие в практическом смысле обозначает вегетарианство. Почему наше милосердие столь избирательное? Почему мы собакам даем медали и называем их другом человека, а этих коров, которые дают самый ценный продукт, молоко посылаем на бойню? Почему у нас такое избирательное милосердие? Странное. Веда говорит, что корова друг человека. Понимаете? Собака, она, так сказать, в плане там что-нибудь охранять, она неплоха. Но это же не самое главное действие. Вот, то есть от коровы куда больше блага. Веды говорят, окей, хотите есть мясо, ешьте. Коров только не трогайте. Есть другие существа. Вот, то есть Веды не запрещают мясоедение для людей, которые без этого совсем никак не могут обойтись. Какую-нибудь баранину, козлятину и так далее. Тоже реакции будут, но значительно меньше. Потому что Веды говорят, что корова это одна из семи матерей человечества. А убивать мать, это одно из самых страшных преступлений. Понимаете? Вот, то есть из коровы, из нее исходит все. Даже моча и навоз, они полностью чисты. Это антисептики. Наука и доказана. Понимаете? То есть это самое ценное существо на свете. Самая ценная корова. И бойни, это как раз причина, почему бойны, почему всякие разные ужасные вечные земли происходят. Итак, вот первый пункт. Милосердие. Пункт второй. Чистота. То есть милосердие, оно разрушается мясоедением. Чистота. Чистота обозначает, что мы взяли курс на очищение сознания. Если мы хотим приблизиться к высшему, к высшей реальности, к духовному миру, мы не можем там пасть в грязном виде. Правильно? Если вы собрались в какое-то там, не знаю, там элитное общество, не можете прийти, весь в грязи там с вас льется, вообще там, штиблетов ваши там, куски грязи отвалятся, вы пришли в элитное общество. Здравствуйте, да? Невозможно. Фейс-контроль не пройдете. То есть в чистое место идете, иначе вы должны в чистом виде находиться. То есть чистота должна быть внутренняя и внешняя. Внешняя частота здесь все понятно. Гигиена, чистая одежда, чистое тело. Кстати говоря, совсем не сложно вот не только утром портрет свой помыть, глаза и зубы почистить, а в общем-то все остальное тоже. Пять минут, понимаете? Но ощущения совсем другие. Вот поэтому веды говорят, что утренение весьма желательно. Вот это внешняя частота. А внутренняя частота, это частота тонкого тела. То есть ум, разум, эго. Мы их очищаем при помощи духовного знания, духовной практики. Об этом чуть позже мы скажем уже завтра, во время последней лекции. И частота разрушается интоксикациями. Алкоголь, табак, наркотики. То есть если человек курит, пьет, принимает наркотики, он не может быть нечистым внутри, нечистым вовне. Придите в гости к какому-нибудь наркоману, у него там будет полная частота, там будет полный хаос, понимаете? Вот грязь изнутри, она будет обязательно вовне. Итак, интоксикация разрушается частоты. Пункт третий. Принцип контроля чувств, или еще можно назвать его аскетизм, или умеренность некоторая. Это означает, что все должно быть как-то в меру. В чем суть этого принципа? Суть в том, что чувства должны как-то управляться. Веды дают такую картину, что человеческое тело можно уподобить колеснице. Чувства — это лошади, которые тянут эту колесницу. Пять чувств, пять лошадей. Разум — это возница, которая управляет, а душа — это пассажир, который находится внутри. И если разум не будет управлять чувствами, возница не будет управлять чувствами, то эти лошади будут в разные стороны, мы никуда не приедем, понимаете? Поэтому разум должен знать интересы пассажира, души, куда ей надо, и соответствующим образом мы должны контролировать чувства лошадей, чтобы приехать в нужном направлении. Другой пример. Вот течет река. Она течет к океану или к какому-то большому озеру, допустим. И благодаря чему она течет? Благодаря тому, что есть ограничение берега. То есть берега создают давление определенное. Это ограничение свободы. Но давайте уберем берега. Река не достигнет океана. Понимаете? Надо превратиться просто в болото. То есть для достижения определенной цели нужны некоторые ограничения, которые создают, кажется, давление, но ради чего? Допустим, если вы решили купить, ну, какую-нибудь, ну, новую квартиру, дорогую машину, и у вас сразу, предположим, не хватает денег. Что вы делаете? Вы ставите добровольные ограничения, вы себя в чем-то ограничиваете. Вот это я пока не буду, это я пока не буду, в том из себя, так сказать, ограничивать. В этом для чего? Для какой-то цели. То есть у вас есть некоторая цель, и вы ограничиваете свои чувства, потребности их сейчас, понимаете? Ради какой-то цели. Это понятный принцип, несложный. Единственная его, как бы, такая пикантность состоит в том, что он во многом касается такой вот, скажем, темы, как сексуальная жизнь человека. Потому что эта энергия, она одна из самых могущественных в действительности. И казалось бы, ну, кому какое дело, да? Это личная жизнь человека. Да. Но это все имеет отношение к его высшей цели. Очень простой пример вам. Если вы помните первую лекцию, там у нас был человек с этими семью чакрами, как система энергетическая, да? То есть это разные уровни сознания, вот. И, по идее, энергия должна снизу подниматься вверх, не наоборот, понимаете? Вот, там, когда-то в юности, в молодости, понятно, это вот движение, напряжение, в молодости люди, как бы, воспроизводят себя. Поэтому тогда вот эта вот какая-то сексуальность, она повышена, да? Но, по идее, с годами энергия должна подниматься все выше, выше и выше, и эти низменные темы должны все меньше и меньше интересовать человека. В противном случае, если вот эта вот динамика наверх не проявляется, что происходит? Простая вещь. Представьте себе, что вы живете в каком-то вот семиэтажном здании, да? Вот как вот человек, семь чакр, семь уровней. На первом этаже откройте воду везде, на полную катушку на первом этаже. Что будет на последнем? Давления не будет хватать, понимаете? То же самое, когда, скажем, люди вот на нижних уровнях эту вот энергию через низшие центры реализуют и выпускают вниз. Вот это обозначает, вот здесь не хватает. Есть такая шутка, надеюсь, никто не обидится. Когда Бог создал Адама, он говорит, Адам, у меня для тебя есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начнем? Он говорит, давай с хорошей. Он говорит, хорошая новость в том, что я дал тебе разум, ну, чтобы ты был человеком разумным, хомо сапиенсом, да? С другой стороны, я дал тебе половые органы, чтобы ты мог наслаждаться. Адам говорит, спасибо тебе, Господи, какая прекрасная новость. В чем же плохая новость? Он говорит, плохая в том, что они одновременно не работают. Либо одно, либо другое. То есть ты должен выбирать. Такова реальность. Вот, и поэтому вполне естественно, что люди, которые поставили себе уже какую-то высокую цель, они понимают, чего это стоит. За счет чего, понимаете? Вот, то есть это вопрос деликатный, естественный. И каждый решает его сам, на основе, насколько он одухотворил. Моя задача — это подача самого принципа. И последний принцип — это принцип правдивости. Принцип правдивости, он означает, что мы ищем правду, мы ищем истину. Потому что, к сожалению, мы живем сейчас в мире и обществе, где многие вещи, лживые, неправдивые вещи, они канонизированы, они утверждены на уровне общества, и с этим что-то трудно поделать. Например, нашим детям в школе продолжают говорить, что человек произошел от обезьяны. И вы ничего не можете с этим поделать. Были попытки штурмовать это министерство образования, бесполезно, у них там бастион, их не взять, понимаете? И хотя эта теория, она никем не доказана, это просто даже сам Дарвин к этому не относился столь уж серьезно, понимаете? Но поскольку она некая такая наукообразная, как-то она развита, да, то ее можно преподавать. Может, альтернативы нет. Но что мы еще скажем детям? Библейский креационизм, да, или что-нибудь еще там, что создал там Аллах человека из какой-нибудь пены морской, или из глины, ну как-то несерьезно звучит, понимаете? А тут нормально вроде как, ну какой-то ближайший родственник, похож на нашу обезьяну. То есть некая такая наукообразность присутствует. Вот поэтому за неимением лучшего, вот мы это даем, понимаете? И с этим пока мы не можем бороться, это нельзя победить вот на данном этапе, пока. В течение времени, надеюсь, что появится какая-то альтернатива. Что мы можем с этим делать? Если мы можем получить министерство образования, вот мы можем хотя бы как-то адекватно своим детям эти вещи объяснять. Потому что веда и ведическая культура, она это все объясняет очень технично, очень красиво. Если, допустим, в Библии, в книге «Бытие», там две странички этому творению уделены, то, допустим, такой текст, как Шримад Бхагава, там несколько томов описывает творение мира и появление человека, что, зачем, как. Вот потрясающие вещи, понимаете? То есть есть, а это не скрыто, оно открыто. Просто оно пока игнорируется по разным идеологическим причинам. Вот. То есть у нас есть возможность давать детям и просто самим себе даже вот это вот альтернативное образование. Итак, правдивость обозначает, что мы ищем правду, и найдя ее, мы живем согласно ей. Более того, мы даже имеем какое-то право и, так сказать, даже обязанность эту истину распространять. И самое интересное, чем эта правдивость разрушается, трудно, так сказать, соотнести эти вещи, тем не менее, веды говорят, что правдивость разрушается азартными играми. Азартные игры — это желание разработать или получить, не отдавая ничего. То есть правдивость, она также подразумевает честность, допустим, в работе, честный заработок, что угодно. То есть на разных уровнях эту правдивость можно понимать, трактовать. Итак, когда люди хотят получать ничего полезного, не создавая никаких услуг, никаких товаров, это называется обман. То есть азартные игры формируют лживое мышление, то есть они подрубают принцип правдивости. Излишние или какие-то незаконные внебрачные отношения разрушают принцип аскетизма или контроля чувств. Привязанность к интоксикациями разрушает принцип чистоты. И насилие, да, неоправданное насилие разрушает принцип милосердия. И мы видим, что как раз вот благодаря всевозможной греховной деятельности этого мира четыре колонны благости, они в таком очень слабом состоянии, они подрублены, потому что мы живем в обществе, которое на других правилах строится. И тем не менее, в своей мы не можем изменить, может быть, общество, но мы можем изменить себя. И чем больше будет людей, изменивших себя в позитивную сторону, тем больше будет меняться общество. Итак, где брать эту дефицитную благость? Веды говорят, что гуны, три гуны природы поступают в наше тело и в наш ум из десяти основных источников. И вот сейчас под занавес мы по ним всем коротко пройдемся. Итак, источник первый. Уже об этом мы немножко говорили. Пища. Пища в благости. Пища, добытая без насилия, чистое вегетарианское, зерно, овощи, фрукты, молоко, источник животного белка. Второе, это животное со всеми производными. Вот это все пища благостная. Пища в гуне страсти. Также может быть вегетарианское, но у него есть такая особенность. Слишком острая, слишком соленая, слишком кислая, слишком горячая, слишком сухая. А все, что слишком, это гуна страсти. То есть через край. И куй пища в невежестве обозначает пищу, добытая путем насилия, пища несвежая, пища консервированная. То есть консерванты, они как бы сдерживают процесс разрушения, но все равно там какой-то элемент невежества присутствует. Итак, это все будет пища как источник гун. Далее, жидкости. Вода. Чистая вода, молоко, соки, всякие вот там какие-то, сделал напитки на естественных вот травах и так далее. Это все будет гуна благости. Гуна страсти. Всякие там тоники, кока-кола, пепси-колы, чай, кофе. Это все, так сказать, то, что тонизирует нас страсть. И невежество, это вот такие вот в красивых бутылочках опасно упакованное невежество, алкоголь. Следующий источник гун, это среда обитания, где мы живем. Природа, естественные такие чистые места, это то, что является источником благости. Вот, конечно, может быть, нам трудно жить на природе, но иногда есть места какие-то, даже в городе. Я вот недавно был в Кирове. Вот я там гулял-гулял, я города не знал, просто сначала по улицам ходил всем этим пулиным. А потом зашел случайно парк, такой очень красивый парк, центре города. И там была такая какая-то, знаете, первозданная вообще тишина, деревья, те самые озера, какие-то там уточки плавают. Прямо вот, как будто как такой маленький рай. Это был самый чистый парк в мире, который мы когда-либо вообще были. Я просто был поражен вообще, как это такое может быть, да. То есть вот там город такой, суетной, как обычно, да. И вдруг раз какой-то оазис вот такой вот чистоты. То есть, если мы не можем жить на природе, мы можем бывать там хотя бы время от времени и запитываться вот этой вот энергией благости. А сам по себе город, это, конечно, суета, это гуна страсти сама по себе. Вот, всякие там деловые центры, торговые центры, распродажи, все это гуна страсти, которая стимулирует всякие разные материальные желания. И в том же городе есть места в невежестве, допустим, какое-нибудь там метро, подземка, это где сжимается. Гуна, да, где люди все там как селедки в бочке там маринуются, такие полуживые. Ночные клубы, всевозможные питейные заведения, какие-нибудь там предприятия химические, отравляющие окружающую среду. Какие-нибудь там скотобойни, там алкогольные магазины, кладбища, где разлагаются тела. Это все места невежества. И чем меньше мы в них бываем, тем лучше. Следующий источник гуна, это время. Мы живем во времени. Итак, три состояния времени у нас. Утро, день и ночь в основном. Мы знаем, конечно, что утро вечером мудренее. Мы это слышали. Мы слышали, что тот, кто рано встает, тому Бог дает. Что он дает? Он дает самую благость. Итак, веды говорят, что время за полтора-два часа до рассвета, полтора-два часа после рассвета, вот эти вот промежутки гуны благости, когда мы, естественно, просыпаемся, если мы вовремя легли. И в это время никто нас не беспокоит, еще никаких нет дел. Это как раз время для того, чтобы заняться собой. Днем нас отвлекают другие. Отдай мне часть своей энергии. А утром можем заниматься собой. Итак, встали утром, привели себя в порядок, помылись, делали какую-нибудь там зарядочку, йогу, какие-то упражнения. Вот теперь очищение тонкого тела, ум, разум, эго, духовное знание, молитва, для кого-то там медитация, всякие разные вещи. То есть мы запитываем тело энергией благости, духовной энергией. Для чего? Для того, чтобы когда днем наступит гуна страсти, мы были к ней подготовлены. У нас есть теперь такой буфер, сила благостная. И мы входим в день, и возникают какие-то трудные ситуации, а мы неуязвимы. Мы защищены вот этой энергией благости, понимаете? А если мы поздно легли, поздно встали, проспали это время гуна благости, сразу подскочили, ой, на работу опаздываю, все, там, глаза протер, чашку кофе рванул, и сразу из невежества ночи в страсть дня человек кидает без этого буфера благости. Исходит, он дергается весь день, потому что какие-то разные влияния, и он подвержен им легко, нет никакой силы внутри сопротивляться всему этому, благости нету, и времени не получило, понимаете? Вот, поэтому ночь это невежество, день это страсть, утро это благость. Если мы организовали свою жизнь таким образом, что утро у нас есть, что мы его не просыпаем, тогда и мы не просто там сидим, да, ждем, какая-то абстрактная благость у нас не зайдет, а мы занимаемся деятельностью благости, вот, духовной какой-то практикой, тогда эта благость интенсивно входит в нас. И так это время, разные его состояния несут, дают нам разные энергии. Следующий источник это общение. Общение бывает в невежестве, общение бывает в страсти, общение бывает в благости. Что такое общение в невежестве? Общение в невежестве, то, что нас высасывает, опустошает, то, после чего мы такие раздраженные, уставшие, обиженные на весь мир, понимаете? Вот это вот общение конфликтное какое-то такое, общение в духе эксплуатации, в каком-то конфликте. Общение, связанное с какими-то возлияниями, интоксикациями постоянными, дающие, приводящие нас к этому какому-то опустошению и отуплению. Это будет общение в невежестве. Общение в страсти такое, знаете, поглаживание чувств друг друга. Ты мне трер спинку, я тебе тру спинку, мы делаем друг другу хорошо, ты мне, я тебе. Это поверхностные очень вещи, которые дают какой-то определенный вкус, но если эта страсть не поддерживается энергией благости, она переходит в невежество. Мы видим, как молодые люди, да, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, все, гуна страсти. Но если это не поддерживается благостью, то это может быстро развалиться, понимаете? Вот, поэтому, если у них нет какого-то уважения, знания, понимания законов, страсть вся проходит и все заканчивается. Общение в благости это то общение, которое повышает наш уровень сознания, которое дает нам какое-то вдохновение, дает нам новые перспективы. То есть сознание растет вследствие общения в гуне благости, понимаете? Вот это другой источник гун. Следующий источник гун это деятельность, которой мы занимаемся. Итак, деятельность связана с убийством, какие-то бойни, какое-то разрушение, или опять же какой-нибудь алкоголь, всякие разные такие штуки. То, что разрушает экологию, разрушает окружающую жизнь, связано прямо или косвенно с каким-то насилием, это все деятельность невежества. Деятельность страсти. Это деятельность, которая не обязательно что-то разрушает. Ее интересует только накопление, какая-то материальная экспансия, настроить, так сказать, расшириться, обогатиться. Это деятельность страсти. Деятельность благости, она всегда связана с поддержанием чистоты, гармонии, с каким-то здоровым образом жизни, а с просветительской деятельностью. Вот даже обыкновенный дворник, он может действовать в благости, потому что после него чище становится, понимаете, он чистоту наводит. То есть все то, что связано с чистотой, с поддержанием здоровья, поддержанием порядка, поддержанием экологии, поддержанием гармонии, балансированием, то есть приведение в гармониях разных этих трех стихий обитания, это будет деятельность благости. Следующий источник гон – это различные вот то, что мы называем досуг или времяпрепровождение, праздники, всевозможные церемонии и так далее. Итак, есть церемонии, праздники в благости, то, что связано, допустим, с какими-то духовными действиями, какими-то церемониями. То есть опять же то, что как-то позитивно, духовно, эмоционально заряжает людей. Вот, это называется духовные праздники и церемонии, которые действительно можно назвать в строгом смысле слова «холидей». То есть праздник, да, это святой день, «холидей» по-английски. Другое времяпрепровождение, в гуне страсти, да, это когда люди там сходят с ума от всяких разных состязаний, одни там носятся, другие орут на трибунах, как сумасшедшие, какие-нибудь там конкурсы красоты и что-то такое. Смотрите, какие мы крутые, вот это вот гуна страсти так действует. Ну, а мероприятие в гуне невежества, здесь всё понятно, надо сказать. После этого, это как в песне Высоцкого, да, «вы где был я вчера, не найду днём с огнём вообще». Там квадратная голова и всё, вот «холидей», да, «святой день» называется. После этого святого дня, человек три дня потом в себя приходит. Следующим источником гун, веды говорят, являются книги или шастры. Или в переводе ещё на наш, так сказать, современный язык, сюда можно вполне приписать кино. То есть то, что мы вот смотрим, воспринимаем без знаний. Итак, в невежестве, да, всякие кошмары, ужасы, всякая там стрельба, разрушение, это будет в невежестве вещи. Романтическая любовь, приключения всевозможные, это будет гуна страсти, кино, которое заставляет нас задуматься о жизни, о каких-то высших целях, о внутреннем развитии, о своём положении. Это будет книги или какая-то информация, кино в благости. Далее веды говорят, следующий источник гун, это мантры или песни, что поём, да, какие песни. Можно петь, так сказать, создавать звуки в невежестве, шумел камыш, деревья гнулись, да, или какой-нибудь там чёрный ворон, что-то вьёшься в мою головой. Вот, или пессимизм такой полный, да, или что-то такое агрессивное в каком-то таком металлическом стиле. Это может быть что-то в гуне страсти, о наших таких каких-то чувствах романтических в этом мире, да. А может быть песнопение в гуне благости, оно связано с духовной энергией, духовное песнопение, прославление Бога. Вот, то есть это будут звуки, это будут вибрации, молитвы, мантры, благости. Даже инструментальная музыка, построенная по естественным гармоничным ритмам этого мира, она даёт эту благость. Следующим источником гун является, я ведаю, медитация. Медитация, это в переводе наш язык, обозначает вот то, о чём мы постоянно думаем, грубо говоря, наши планы. У нас постоянно есть какие-то планы, что-то мы упорно хотим, то, о чём мы чаще всего думаем, да. Итак, о чём мы чаще всего можем думать в гуне невежества. Вот, вот, медитация в невежестве, да. Всё, так сказать, уколоться и забыться, и, значит, пропасть, да. Вот, это будет у нас то, что связано с разрушением, с деградацией. Пойдём кого-нибудь убьём, прибьём, ограбим, ещё что-нибудь какое-нибудь дело такое, замутим невежественное. Вот, это всё будет медитация в невежестве. Медитация в гуне страсти, вот, это наш рост материальный, да. Вот, мы двигаемся по этой лестнице, мы достигаем каких-то, так сказать, успехов карьерных, и достигнув их, мы пожинаем, так сказать, плоды своей деятельности. Вот, медитация на своё обогащение, на усиление, улучшение своего материального состояния, это будет медитация в гуне страсти. Медитация в благости — это планы по нашему духовному просветлению, по освобождению от кармы, по освобождению из этого материального мира, наши планы на духовную жизнь, по очищению своего существования, это будет медитация в благости. И последний источник гун, веды говорят, это рождение. Странно немного, да, разве можно изменить рождение? Оказывается, можно, а сейчас мы узнаем, как. Вот, итак, что такое рождение в невежестве? Вот вам, так сказать, яркий персонаж, что вы ему предъявите, да? Как можно поменять его рождение? Он счастливый, лежит в грязи и хрюкает, ему ничего не надо, да? Вот, но можно родиться в невежестве не только в теле животного, к сожалению. Можно родиться вследствие какого-нибудь пьяного зачатия, это ужасная вещь, понимаете, да? Можно родиться в гуне страсти от какой-нибудь романтической любви и дети будут соответствующими, с такими же амбициями материальными. Можно родиться в благости, когда родители сознательно подходят к этому процессу и зачинают детей в чистом месте, в чистое время, с чистым сознанием, вот, и соответствующее, так сказать, рождение происходит. Но теперь мы можем подумать, ну, здрасте, мы уже родились, да? Дым в трубу не засунешь, что там думали наши родители, мы уже не можем за эти вещи отвечать. Однако, веды говорят, изменить рождение можно. Как? Получить рождение свыше. Это называется второе рождение. Это может быть названо крещением, посвящением традиции, инициацией. Так или иначе, когда мы встречаем учителя, он становится нашим духовным отцом. Это тот, в связи с кем мы почувствовали себя как души, понимаете? То есть это наш духовный день рождения. И когда мы получаем посвящение от духовного учителя, это и называется второе рождение, двиджа. Поэтому дефекты нашего материального рождения вполне можно изменить. Итак, вот мы рассмотрели 10 основных источников ГУМ. Теперь у нас есть некоторое представление о том, как можно к этому миру избирательно подходить и получать влияние этих разных ГУМ оттуда. И завершение. Значит, материальная энергия, ну вот как такой, знаете, бутерброд трехслойный. Самое дно материи ГУМ на невежество, ГУМ на страсти в середине и ГУМ на благости, сливки, вершины, надо сказать. Вот, чистое такое, знаете, масло. Теперь, как живут люди? Если люди живут под влиянием страсти и невежества, это обозначает, что они идут путем деградации. Почему? Потому что страсти и невежества подразумевают, что живые существа не могут даже из материи высшее качество получить ГУМ на благости. Это горе материалисты. Они даже из материи не могут самое лучшее качество получить. Раз. И второе, в гуне страсти и невежества у них нет никаких перспектив духовного развития. Потому что в гуне невежества и страсти может быть только религиозная вера. Только. Не практика. Практика подразумевает благость, постоянство, чистоту. Понимаете, да? Вот, поэтому это путь не самый лучший для человека. Когда же человек переходит в режим благости, как мы только что изучили, да, выбирая из природы эти все благостные влияния, у него, он переходит на путь прогресса. Почему? Потому что благость обозначает, что он из материи может высшее качество извлечь. Это одно. А второе, в благости открываются духовные перспективы. Потому что в благости очень легко практиковать духовный путь. То есть благость — это верхняя граница материи. А тут этот мостик духовный, он очень легко уже перекидывается. Понимаете? Поэтому это называется путем прогресса. Итак, путь благости, он, конечно, значительно более конструктивный. И вот, возвращаясь к нашей схеме, с которой мы начали, давайте сделаем выводы. Итак, мы выяснили, что душа, носитель сознания, находится между материей и между высшей духовной природой. Она не обращает свой взор на духовную природу по причине того, что эта тема, она как-то не сформулирована в обществе, она непонятная. Мы это сформулируем завтра, чтобы эта духовная реальность прояснилась перед нами. А пока она не сформулирована, люди вот барахтаются в привычной реальности, в материи, опутывая себя кармой, опутывая себя материальными качествами, в основном страстью и невежеством, не зная ничего даже о культуре благости. Таково положение живого существа. И закончим мы, сейчас я вам покажу еще один двухминутный мультфильм, это последний, который как раз такой очень идеологический, показывающий нам, что будет, если мы вложим свои усилия в такие проекты, которые разрушаются временем. То есть у нас у всех есть идея прогресса, понимаете? Но идея прогресса сейчас подменена... Раньше идея прогресса обозначала прогресс сознания, приближение к Богу. Сейчас идея прогресса, она переместилась в сферу материи, то есть это технический прогресс, прогресс в плане развития удобств и так далее. Но мы видим, что она под влиянием неумолимого времени. И поэтому, если мы затратили все свое время достижения этих материальных вершин, то, когда приходит время, оно просто все это разрушает. Поэтому, если мы относимся к другому источнику, то есть и Бог, и душа вечные, то есть там не действует время. Поэтому все достижения на этом пути, на этом пути прогресса, они не разрушимы. А если мы сделали ошибку, тогда результат будет такой же, как вот и в этом мультфильме. Это вершина цель. Субтитры создавал DimaTorzok Одни инструменты потерял, другие инструменты придумал. Будем при помощи когтей забираться. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Столько сил было затрачено, столько времени. В конце концов, вся эта гора заваливается. Вот это результат наших усилий, вложенных в материю. Все сметается временем. Поэтому лучше всего использовать материю как трамплин, как то, от чего мы отталкиваемся и начинаем двигаться к естественным духовным целям. На этом мы сегодня закончим. Единственное объявление, что завтра будет последнее занятие, только не в 18, а в 18.30, чуть позже, рабочий день. Вот в 18.30. Пожалуйста, если вам интересно узнать о финале, приходите завтра. Спасибо. Друзья, у нас есть небольшой бонус. Вот сегодняшний бонус мы начали вначале с вопроса о том, что было на прошлом занятии. Мужчина, он был фаворитом сегодня. Держите, это для вас. Спасибо вам большое. Остальные тоже молодцы. Спасибо. Да, при первом. Еще, пожалуйста, сейчас перед выходом у всех, у кого были ручки и блокноты, подойдите ко мне, у меня для вас есть. Хорошо. Все, всем остальным спасибо. Завтра в 18.30. Ждем вас. Еще раз давайте поблагодарим Василия Рюриковича. Поблагодарим вкусного и партнера личных ценностей. Татьяна. И тоже огромное спасибо. Степан. Он тоже с нами. Ну и всем вам огромное спасибо, что нашли время. Ждем вас завтра с друзьями. Приходите, пожалуйста. Товарищи с блокнотами, подходите. Перей.